Субтитры делал DimaTorzok Что ее ждет в ближайшее время Ну что, Толь Ситуация Достаточно сложная в мире Вина, скажем так, особенно Как никогда Вроде бы с одной стороны Мы говорим о том, что продажи Увеличились и смотрим, что По таможенной статистике приходит Достаточно большое количество вина заходит И вообще алкоголь заходит на территорию В России Соответственно это все продается Понятно, что у компании Симпл это треть Ресторанная часть это треть Общего объема Но здесь же вопрос еще очень важный С точки зрения того, что будет в профессии Сомелье, потому что Хорик Это 30%, которые Они останутся ли у вас в том виде Как есть, или же рынок на самом деле Очень сильно поменяет? Твое мнение По поводу рельефа рынка, мне кажется Что он будет очень сильно менять Я вообще всегда позитивен и настроен На лучший исход, во-первых, во многом Это зависит от того, когда Мы с вами увидим дату открытия Понятно, что правительство Москвы Объявило о том, что мы будем с вами Открывать дополнительные посадочные места В виде веранд с 15 июня Это говорит о том, что скорее всего Наверное, в перспективе у нас ожидания Вот этого долгожданного момента Когда откроют и распахнут двери Настя все рестораны Это не раньше, наверное, середины мая Более того, будет сохраняться какая-то инерция Я предположу, что действительно до 1 июня будет затишье Тяжелая для всех Но я уверен и понимаю, что точно совершенно Не произойдет такого обвала по ряду причин Ну, во-первых, и государство будет каким-то образом это сдерживать Ну и потом завалить такую армаду будет очень сложно Более того, в ресторанах очень много административного ресурса Зашито скрытого Потому что есть и партнеры, мы понимаем, у различных Особенно сетевых больших ребят Серьезные, и они, конечно, не дадут этому большому кластеру набрушиться Потому что, ну, когда мы с вами во всем вынуждены будем себя отказывать А мы будем вынуждены себя отказывать Потому что самолеты не летают Ты никуда не сможешь поехать Мир моды сейчас тоже испытывает большие трудности и осложнения Поэтому люди будут приходить в ресторан Хоть себя почувствовать снова в каком-то условном ощущении праздника Поэтому, конечно, из-за инерции это может продлиться там, условно говоря, месяц-полтора Но к середине июня и уж точно к июлю мы оправимся Поэтому закрытия произойдут, они уже объявлены И я даже уже знаю нескольких больших крупных рестораторов Которые не планируют возобновлять либо работу перезапуску каких-то заведений Либо даже не идут в новые проекты Более того, конечно, в этих условиях надо консолидироваться И, в общем, сейчас не про новые планы какие-то грандиозные надо думать Да, про существующий реальный бизнес Сохранить то, что есть Да, сохранить Но я уверен, что 90% ресторанов откроется И профессия с Эмилье никуда не пенится Очень оптимистичный прогноз у тебя, конечно Очень оптимистичный Но я слушал и Сашу с большим удовольствием Сашу Ставцеву мне очень нравится, как он видит и анализирует вещи Я с ним немножко не соглашусь Потому что мой опыт подсказывает, что даже в самых драматических ситуациях Рынок так не провалится Другое дело, внимание, что мы сейчас говорим про текущую ситуацию В перспективе, конечно, эта ситуация будет иметь последствия гораздо более глубокие Потому что понятно, что экономика будет проседать И не все ее умеют просчитать быстро И по-хорошему, конечно, было бы нужно закрыть, может, и большее количество точек Но, во-первых, сейчас их будут на плаву поддерживать за счет аренд Потому что аренды точно совершенно просядут Вот Боря здесь недавно Зарьков написал в своем инстаграме правильную вещь О том, что очень скоро мы увидим, сдается помещение по всему городу Потому что то количество обрушений сейчас там Бизнес, он выживает, он понимает, что он в этих условиях нечеловеческих Даже в условиях атомной войны, наверное, выживет А вот арендодателям сложнее гораздо И в этой связи, естественно, будут попытки поддержать этот бизнес очень долго А настоящее обрушение мы их увидим в 2021 году Поэтому вот в коротком отрезке до конца года Такой уж драмы-драмны не будет совершенно Да, и сомелье в том числе более или менее защищены Потому что эта единица все-таки существовала в хорике Которую мы там условно можем категоризировать Как там в диаграмме А, Б, Ц Как категория А и Б плюс Понятно, что не везде сомелье, которые мы с тобой видим Они не везде соответствуют прямому назначению Этой профессии, этому ремеслу Может быть, по квалификации они не дотягивают Тем не менее, я не считаю, что у нас какая-то драматическая ситуация вообще в профессии Нам будет несколько проще Ты же понимаешь, что в таране, которые откроются Уже пересмотр должности сомелье Нужен ли этот человек там Оно все равно произойдет Я думаю, что в большинстве своем профессии сомелье Останется многие без работы Ты знаешь, безусловно, все зависит от работодателей Они не всегда, наверное, считаются с, как тебе сказать С мировым правопорядком, если хочешь То есть мы понимаем, что для большинства это была имиджевая единица Тем не менее, не будем забывать, что если правильно отстроено заведение Если оно в концепции его соответствует прямому пониманию Того, что такое ресторан в мире То этот человек отвечает за оборот в ресторане А не за перенос бутылок То есть там, где они переносили бутылки Наверное, их упростят и делегируют эти функции С обычным официантом Там же, где реально сомелье мог каким-то образом влиять На то, что обеспечивает ресторану не только имиджевое Но и материальное благо Я считаю, что эта ситуация не сильно будет пересмотрена Более того, ты понимаешь, что сомелье Это во многом не well-tipped position Как в развитых рынках У них небольшая чаевая нагрузка И зарплаты не очень высокие Поэтому они всю жизнь пытались каким-то образом выживать И у них у многих своя клинская база Ну, посмотри сейчас, что творится Там ларьки открываются То есть они все равно каким-то образом имеют доступ К дополнительным источникам дохода И это неплохо, нехорошо Это данность И поэтому, ну, вот эту предпринимательскую черту Надо поощрять всячески То есть те рестораторы, которые видят Что их сомелье И которым они недоплачивают по каким-то причинам Странным, да Я знаю там, условно говоря, пятерых Кто платит очень высокие зарплаты сомелье в городе А на всю Россию Ты представишь, какое количество все-таки Людей этой профессии существует Поэтому вот эти модели экономические Они определяли функционал И фактическую непотопляемость этого ремесла Я вообще очень позитивно смотрю Потому что я не думаю, что кому-то придет в голову Отказаться от источника дохода Который обеспечивает профессиональные кадры Толь, ну, я в продолжении твоего высказывания Я, конечно, понимаю Ты очень дипломатичный всегда был Остаешься И твоя гениальность, она как раз заключалась всегда в том Что ты правильно видишь многие вещи вперед Но ситуация в профессии совета Давай будем, сделаем таким образом Ты хороший полицейский, я плохой полицейский В последнее время меня жутко раздражало Вообще, что касается некомпетентности работы с амелье В ресторанах Это нежелание, по сути дела, общаться с гостем Я это наблюдал регулярно И видел, насколько они не отрабатывают свои деньги Находясь в заведении То есть придумываю абсолютно все, что угодно Какие угодно отговорки Но иногда даже не выходить в зал Потому что там гость заказал бутылку за 2000 рублей А не за 5000 или 7000 рублей Поэтому, если такая цена у вина, которую гость берет То я лучше не выйду А дам возможность официанту открыть эту бутылку Так происходило довольно часто В последнее время я это видел практически регулярно Посещая многие заведения И работа, она, конечно же, в большинстве своем Этих с амелье была не то, что удовлетворительна Она неудовлетворительна Я понимаю прекрасно то, что сейчас происходит Я очень надеюсь на то, что После этого карантина, этого кризиса Ситуация с профессией с амелье Она реально поменяется Я хотел задать тебе вот такой вопрос Мы все прекрасно понимаем Бизнес есть бизнес И в большинстве своем винные карты Они проданы Они продаются И мы это прекрасно знаем С точки зрения того, что Работает с амелье в ресторане Продавая условно вина Конкретной винторговой компании А не проще было бы этого с амелье содержать Самим, как винторговой компании Так как все-таки весь ассортимент Представлен именно одной компанией Как ты считаешь? Абсолютно правомерный вопрос Более того, я тебе скажу Что мы неоднократно выступали С таким предложением Мы готовы В том числе в кооперации с теми компаниями Которые находятся в таком же пуле С стратегических поставщиков Содержать Но по какой-то причине Рестораторы Ну скажем так Они мало заинтересованы Наверное, потому что это будет тогда Сильно обнажено рынку Хотя это в общем заигрывание Мы с тобой это понимаем Более того, вся структура Того, как складывалась профессия Амелье в России Она искажена Она сильно отличается С одной стороны С другой стороны У нас с профессиональной точки зрения Я тебе хочу сказать Что она сильно обнадеживает Я не беру сейчас Несколько стран Которые являются Спозиционированными Совершенно особняком Это Дания Это частично Норвегия Ну то есть скандинавские Во многом стране Включая Швецию И это Соединенные Штаты Америки Где тоже Роль Сомелье Несколько отличается И там есть Тоже в различных Штатах Различные перекосы Тем не менее Глобально мы конечно Сильно отстаем от этих Тем не менее С точки зрения Уровня подготовки Сегодняшнего Сомелье Неважно Выходит он Или не выходит Сейчас обстоятельства Заставят выходить в зал Никто не денется Так вот Его уровень Сейчас как раз Можно сопоставлять С ведущими странами И поверь мне что у нас Очень неплохая картина В действительности Например Если сравнивать С Италией Той же Где огромное количество Сомелье Но они чаще всего Обслуживают какие-то Мероприятия Домашнего характера А сомелье Работающие в залах Даже в трехзвездочных Мишленовских реставровках Там можно по пальцам Одной руки Пересчитать Тех которые Заслуживают Какого-то уважения И действительно На них можно было бы Равняться Тем не менее То что у нас в стране Действительно Сейчас идет Ситуация Которая Может сломать Да Этот процесс И действительно Наконец-то нам Отдадут сомелье Да Потому что Их все Ни для кого не секрет Что их все содержат Их пытаются И коррумпировать И коррумпировать И рестораторы Это давно уже понимают И они сделали Правильное усилие И для того Чтобы это не происходило Дальше Они пытаются Максимально забрать ресурсы У компании Виноторгов Поэтому То что ты говоришь Там проданы Они не совсем проданы Если будем Справедливыми Начиная с 2014 года Мало рестораторов Стали продавать Это в прямые деньги Я знаю только одного Активно развивающегося Который постоянно Просят бюджеты Какие-то совершенно Несуразные Все остальные Все-таки Это стали переводить В совокупный Так называемый Фонд развития клиента Где большая часть Занимает все-таки Скидка Да Есть конечно Рестораторы Которым на развитие Необходимы Оборотные средства И там действительно Карты На тендерной основе Продаются И там роль Сомелье Сведена К минимуму И там Сомелье Есть Но они часто Номинальные И когда-то Им что-то Делегируют Собственные Потому что Ни хрена Не понимают В вине Там начинаются Перекосы У меня тоже На самом деле При всей моей Большой глубокой Симпатии И уважению К этой профессии Которой я во многом Ну как и ты Ну оказал Определенное Детельное Да Участие В развитии В том числе Есть очень много Претензий Огромное количество Претензий Снобизм Который я наблюдаю В последнее время Страшное совершенно Явление Которое Отпугивает потребителя И поворачивает его В другую сторону И чаще всего Это другой Критерий Он отвлекает От реальных Ценностей Да Когда мы говорим Про длинный рынок Мы должны понимать Что профессионал Именно этим Отличается Что он должен Уметь ориентироваться Во всей Многообразной Конъюнктуре рынка И поэтому Для него не должно Существовать Исключительно Приоритетов Будь то Барбизонская Школа живописи Или импрессионисты В чистом виде Или это будет Авангард Он должен уметь Донести до потребителя Все ценности Различий И именно поэтому Когда я вижу Что там кто-то Замыкается И не замечает Компанию Симпл Сильного игрока На рынке Для меня это тоже Вопросы То есть я точно так же В взрослом умом Там 50-летнего человека С опытом Понимаю Что с той стороны Есть свои интересы И это недопустимо Потому что Как раз сейчас Прекрасный момент Это все расставить Да Все точки Надо и поставить Тем не менее Мы же не можем Признавать Что во всем мире Эта ситуация существует Она существует Точно так же И в Америке К сожалению Да Где там Сильно за этим Наблюдает государство Чтобы не хулиганировать Тем не менее Все равно существует Форма откатов И существует Форма заинтересованности И естественно Выигрывают те В большей степени Кто-либо Сильно структурирован Я сейчас говорю Поставщикат Либо кто идет От такого Харизматичного подхода Сомелье часто Увлекаются Это же молодежь Артурчик Ты же понимаешь Что мы с тобой общаемся Уже совершенно На другом уровне Мы с тобой люди Из другого поколения И поэтому Вдвойне сейчас Важно Поддержать Вот эту молодежь Чтобы она не запуталась Чтобы она Не оказалась Не удела Частично Будет потерянное поколение Потому что оно ценно Оно ценно Своими знаниями Просто эти знания Надо заставить Правильно применять К сожалению В большинстве случаев Работодатели Этим Не занимались И поэтому Нужны Те Кто могут им Подсказать Что делать С рынками Ну я Я все равно А ты скажи Ты скажи мне По поводу наценки Вот Понятно Что Ну во-первых Когда приходит Менеджер Винноторговой Компании Идет общение Сразу выясняется Что можно сделать Там 30-40% Скидку Я знаю Эту болезнь Скидочную Почему-то Независимо от того Кто сколько Какую наценку делает Все равно Речь заходит о том Чтобы дайте мне Я со всеми работаю Как мне один из Шефов Сомелье Сети Говорит Я со всеми работаю На условиях Там 30% Скидки Я говорю От какой цены От чего 30% То есть ты хочешь Сразу Тут же Чтобы вот пришли Прайс-лист тебе отдали Это вот такая вот болезнь Да И сразу же там Тебе сделали скидку Ну мы же с тобой знаем Компании Которые точно так же Дают 55 порога И 60 Доходят до 60 То есть у них Это уже заложено В цене изначально То есть это Абсурдная ситуация Я вчера говорил В эфире Говорили с Ильей Я не припомню Ситуации Поскольку у меня есть В том числе В нашей диверсификации Компании Есть сейчас ряд Примеров Когда мы работаем На западных рынках Я прекрасно Как устроена Какова структура Английского рынка Ты попробуй там 15% Скидки получать Они посмеются То есть Изначально Люди идут от цены Но здесь К сожалению Эта картина Была очень сильно Перегружена За счет того Что неравномерно Формировались Компании С их ассортиментом А когда это началось Скажи мне Это изначально С 90-х годов Я помню Мои первые переговоры В таких супермаркетах Как Рамстор Уже почивших в Бозе Я помню Как устроены были Юникоры В то время Из тех Из тех Ребят Почти что Никого уже не осталось Ни седьмых континентов Толком Да Но я понимаю Что раньше Невозможно было С профессиональной Пешки зрения Зрение Померить Качество вина Поэтому его Измеряли скидками Мы все Мы нация людей Которые ходили С вот таким вот Пакетом Скидочных карт Ты вспомнишь Да И в парикмахерскую У тебя 20% Скидки То есть изначально Цена Не аргумент То что вообще В маркетинге Называется инструментом Управления сознанием Потребителя В виде КВИ Так называемых КВЛ Индикейтер Да То есть каких-то Приоритетных Да Спрятанных там Где-то Позиции Там условно говоря У кого-то Это был Арнелайн У кого-то Это был Петриус Вот на них Делали На эти Маячки Делали правильную Цену И все думали Что предложение Колоссальное Правильное И вот Сбалансированное Вешно Потом К этому Стали добавлять Глубокие скидки Сначала было 20% Это было много Потом 25% Потом когда Ты же помнишь Как устроен был Ритейл В ритейле Были листинги То есть ты платил Физически Фактически Потом К славке Их по закону Запретили Но были листинги Скидки Ритробонусы То есть вот это Нагромождение Оно неизбежно Приводило к тому Чтобы быть хоть как-то Доходным Как-то маржинальность Сохранять Винторговые компании Дистрибьюторы Импортеры в первую очередь Они увеличивали Надстройку Цену И она на полке Фактически Сейчас если посчитать Это страшные цифры Там до 250-300% Доходят То есть это Абсурдная совершенно Ситуация Я некоторые компании Мерю Взвешиваю И ты смотришь Ну ты видишь Эти вина На полках Супермаркетов И везде цена В результате Из-за этого Перестала перекрашиваться А Хорика Бенефициар Именно этой ситуации Точно так же Хочется Глубоких скидок Это понятная история Это понятная история Если ты заинтересован В том Чтобы твои вины В большей степени Продавались Где-то В розлив Они стояли По бокальной позиции И так далее Можно Пойти на определенные вещи Но это уже Вопрос хитрости Компаний Вот здесь парень Пишет У меня в ресторане 700 позиций Нет ни одного Вина проданного Я никогда не брал Ни копейки И считаю К этому Мы все должны прийти Не вижу ничего Плохого в этом При том что Цена Наценка Делается Всегда на цену Которая базовая Приходит к тебе В ресторан Словно говоря И ты там делаешь 300-400 процентов И вот Возвращаясь К вопросу О наценках Например Как ты считаешь Какая оптимальная Наценка вообще В ресторанах Независимо от того Дорогой это ресторан Простой это ресторан Какая она Оптимальная На твой взгляд Во-первых Правила быть не может Потому что Это сильно зависит От концепции заведения Возвращаясь К предыдущему Комментарию Андрея Я скажу сразу же Чтобы нас понимали С тобой правильно Мы будем говорить Со всеми На одном языке На одной волне Мы никого Огульно Не пытаемся причесать Мы говорим О проблемах Которые складываются В виде фона В этой профессии Которые сейчас Как никогда Важно понимать Осознавать И понимать Как управлять Этими трендами Этими болезнями Их надо лечить То есть мы сейчас Диагностируем Поэтому Когда мы говорим О наценках ресторанов Она во-первых Должна быть Абсолютно точно Сегментированной Дифференцированной И мы не можем С тобой говорить Про равномерный Какой-то уровень Во многом В том числе Зависит от задачи Ресторана Играть в винную Культуру Вот у нас есть Там внутренняя Сегментация Компаний У нас все рестораны Не только по категориям Которыми Меряют Обычные Обычные Большие Дистрибьюторы Бренд-донеры Западных Больших Продуктов Различных Перно-рикар И сложившаяся Вот эта система Координат Мы меряем В том числе По отношению К вину То есть это Даже не наличие Сомелье Винная Концепция Или невинная То есть Оборачиваемость Вина Будет неравномерной И в зависимости От этого Если ты ставишь В основе Все-таки Твое разбирательство И увлеченность Этим продуктом Ты на нем Должен быть Гораздо более Гуманным И у тебя Должна быть Дополнительная Миссия Которая позволит За счет оборота Практически Наращивать Ту же самую Долю Своей выручки И мы понимаем Что она должна Стремиться К 60% В категории Напитки В целом То есть Ну понятно Что практика К сожалению Сегодняшняя Складывающаяся Не только в России Кстати сказать А в большинстве В том числе В Хорике Это 40% 40% Это напитки 60% Кухня Но гораздо проще Ориентироваться В этом пространстве Если ты будешь Все-таки идти От более близкого До контакта С потребителем И будешь С ним коммуницировать Ты будешь Ему Коммуницировать Нужные тебе вещи А он будет тебе доверять Вот это доверие Оно многого стоит Это фактически то Что и формирует Твою непотопляемость На долгие годы Поэтому Еще раз Каждая категория Должна быть измерима Ну по-своему Если говорить На профессиональном языке Конечно Кивиаи Нельзя списывать Со счетов То есть Дайте народу Какие-то вещи Узнаваемые Да Вот помните Там Пино Гриджа Или Шабли Или еще что-то За нормальные деньги И тогда вам легче Будет в этой карте Содержать Какие-то там Авторские позиции Которые Большинство неизвестны И более того Их сейчас Часто завозят Таким образом Чтобы они не подали В другие каналы продаж Подожди Ты говорил По поводу Пино Гриджа Что я не понял Насчет того Что дайте За нормальные деньги Я говорил Что это Кивиаи Это индикатор То есть Население Не очень сильно Разбирается Сан-Николадо-Бургой И здесь Твоя наценка Может быть Гораздо более эластичной Кивиаи Неэластичная цена То есть Здесь должна быть Четко Совершенно И в этом смысле Конечно Когда мы участвуем В тендерах Нас в этих категориях Отжимают И мы отжимаемся Тут такая история Значит В свое время Когда я работал В Гизе В одном из ресторанов Видел очень высокую наценку На то же самое Пино Гриджи Бутылка Закупки Где-то в районе Восьмиста рублей Продавалась Она где-то За три с половиной тысячи Ну соответственно После определенных Переговоров После определенных Переговоров С компаниями Пиногриджи Которая приходила По 800 рублей Договорившись Оно стало приходить Уже по 550 Ну я Как Человек Думающий о том Что пускай Много пьют И нормально пьют Я ставлю Соответственно Это вино По 2200 рублей Я понял Что я совершил Очень большую ошибку Потому что До этого момента Люди приходили Пили по 3,5 Это вино Поставив 2200 Я понял Что у меня Винная карта В ресторане Просто Стала В течение Трех дней Продажи Были только Пиногриджи Больше ничего Значит Я предлагаю Поднять цену И цену Мы поднимаем До 3200 И все равно Такая же история Пиногриджи Пьется все нормально Только после того Когда мы сделали 4,5 Тысячи рублей За бутылку Перестали пить Пиногриджи Но стали обращать Внимание На другие Вины Которые есть Я понял Что я в этой ситуации Сделал хуже Ресторану Потому что Люди Которые приходили Ко мне В ресторан Они пили Кроме этого вина Больше ничего Не видели Я сейчас тебе Отвечу На твой комментарий На твое замечание Следующим образом Это было До конца Золотого дождя И это называют Так У нас когда-то Было время В 2013 году Последний год был У нас все В 2013 году Мирится Когда мы были Немножко Арабскими шейхами У меня Ласполька В ресторанах Ты это знаешь Прекрасно В том числе По Гинзи У нее разброс цены Был от 4,5 тысяч В карте До 10 тысяч В карте И она везде пилась В любом случае Сейчас эти времена Славные Канули в лето И в этом смысле Мы становимся Гораздо более чувствительными И сейчас начинают Работать те законы Маркетинга Которые Тогда не замечались Потому что в принципе Было все пофигу Ты понимаешь Вот если сейчас Такая ситуация Произошла бы И ты поставил бы Это Пиногриджо За такие разумные деньги Сделав такую же Группу товаров Кивяйных Такими же достойными И доступными Поверь мне Поверь мне Что у тебя был бы Больший баланс Чем тогда Это психологический эффект Безусловно Надо мерить И надо быть осторожным Чтобы не обрушивать И понятно Что если у тебя Наоборот Есть какое-то вино Которое Типа Фетерера Все знают И все любят На нем Можно на ценочкой Конечно И поиграть И у него Эластичность Другая А я говорю Про такие группы товаров Которые Ну условно говоря И формируют Твою разливную позицию У кого-то Это 6 вин А у кого-то Это 30 вин И вот в этих 30 винах Надо быть Очень осторожным С точки зрения Надстройки Я в целом Гораздо На более эффективном Вижу картину В действительности Когда наценки На вино Будут гораздо Более гуманными В целом То есть понимаешь Мы к сожалению Примерно Это сколько 100-200% 200% 200 Я считаю Это нормальная Нормальная наценка Средняя Где могут быть И за 180 Позиции А даже За 150 В конце концов И точно так же Я понимаю Что например Если ты Хочешь Каким-то образом Проливать Дорогое вино Престижное Сделан на него На оценку Ниже Вот у нас Также Simple collection Существует По этому принципу То есть Вина Которые мы Покупаем Квотированными Они очень Сильно лимитированы Небольшое количество Но они Сами по себе Изначально Дорогостоящие Для того Чтобы как-то Оборачивать Делаем на оценку Несколько ниже И у нас Поэтому и скидки На них другие Ну то есть Это должен быть Всегда дифференцированный Подход Но внимание Самое главное Надо понимать Объекты В окружении На которые Ты ориентируешься Бенчмарки Так называемые Понимать С кем ты воюешь Кто твой конкурент И мерить То есть Надо следить Постоянно За вот этим Движением Мирового океана То есть Цены твои Твоих продуктов Они должны быть Сопоставимы Соизмеримы И как минимум Ты должен уметь Скоммуницировать Почему у тебя Чуть-чуть дороже Или это какая-то Функция сервисная Или это какая-то Функция объективно Определяемая Почему это вино Стоит здесь дороже А в другом Заведении нет Ну то есть Это все равно Должен быть баланс У нас же К сожалению Вот этим К сожалению Гришей и Сомелье Они мало Анализировали Вообще Уровень Мирового океана То есть Ценовые таблички Которых ты знаешь Да мы вчера Вот я слушал Алана Бегати Нашего друга С тобой Который Обсуждал Тоже профессию Сомелье С Гришей Чагадаевым И они говорили О том Что им непонятна Фигура Шеф-Сомелье Я сейчас расскажу Кто такой Шеф-Сомелье Что во многом Они формируют Не только Основу экономического Благосостояния В напитках В заведениях Да целой сети Там большой Это может быть И Гинза И Делос Это может быть Ловиков Они получают Лучшие условия Глобальные Но они еще Определяют Некие Фундаментальные Принципы Взаимодействия С компаниями Тот набор Как раз Уникальный Поэтому Когда все Говорят о том Да фигня Москва Никто не знает Сомелье Да их и не надо Знать Слушайте Но есть Сергей Оксиновский Которому можно Всегда поклониться Потому что Много сделал В том числе Для продвижения Культуры Понимаешь Все эти люди И ты в свою очередь В свое время Выформировали Как раз Вот этот Профессиональный подход Группового Коллективного Сознания Которое Определяло Каждую Сетку По-своему То есть это было Это индивидуальное лицо Везде была Переговорная Компания Иной И это конечно Не может быть Группа людей Которые работают На местах И чаще всего Не очень компетентно Да это должен быть Один лидер Который Все это дело Сементировать Ну разве не так Толь Да Я согласен Есть много Как бы Если посмотреть Разных ракурсов Можно по-разному Об этом сказать Все равно Мы приходим К этой точке зрения И у меня к тебе Вот такой вопрос Вот в сложившейся ситуации Мы с тобой Прекрасно понимаем Что Как я уже в начале Сказал Большинство ребят Все-таки Те которые Приезжали подработать И они работали В качестве Сомелье Многие Уедут Наверное К себе Там Откуда они приехали Кто-то Соответственно Останется Я понимаю Что вот Во всей этой Сложившейся ситуации Получилось так Что Компания Симпл Объявила Об очень Интересном Проекте И я бы хотел Чтобы ты Подробно Об этом сказал Потому что Ребята Которые Нас слушают Я понимаю Что это все Кватировано Тем более Что Так как Огромное количество Профессиональных Ребят Осталось без работы И компания Симпл И многие Винные люди Прекрасно Знают То Конечно же Очень Хотелось бы Им помочь Я сейчас Не говорю Про поводу Ассоциации Я говорю Именно Как Компания Симпл Потому что По поводу Ассоциации Я буду Задавать Вопросы Уже Президентам Ассоциации В последующие Эфиры Вот Что вы Сделали Вы сделали Очень Интересный Проект Поэтому Я бы хотел Чтобы ты Подробнее Сказал И может Быть Люди Тебя услышат В этом Эфире Кто-то Захочет Действительно Прийти Ты знаешь Я бы Не сейчас Это будет Выглядеть Мне кажется Немного Как некая Наша Конкурентная Преимущество Или реклама В эфире Дело в том Что мы Понимали И осознавали Поскольку И у нашей Компании Сейчас Огромные Финансовые Напряжения Если не Говорить Про трудности Целый канал Не работает Ты правильно Сказал 30% Но мы Видим То что И ритейл Начинает Сейчас Перевставать И мы Понимаем С чем Это связано Это связано И с Оттоком Клиентов И с Проседанием Естественно Баланса Между рублем И евро Поэтому Вот эти Отклонения Они К сожалению Портят Нам сейчас Ощущение Рынка Мы не можем Прогнозировать Ничего Потому что Курс непонятно Куда стремиться То ли он снижается То ли он Будет опять Откатываться Поэтому мы Сейчас Немного Движемся В таком Молоке В тумане А Инициатива Она очень простая Я просто Знаю Несколько Человек Которые В среде Семелья Бедствуют У них Реальная Ситуация Оказалась Не просто Проблемой Проблемой Непреодолимой сил На их Изделении Какие-то люди Это либо Родители Либо дети У кого-то Больные Родственники И им Реально Ниоткуда Получить Сейчас помощь Потому что Когда я видел Гнусные Совершенно Комментарии В сети Когда начинали Люди Потные ладошки Свои поганые Потирать И говорить о том Что вот Наконец Прилетело Соответственно В их карму Вот они Ты пропал Нехоро Все время Бабло Зарабатывали А сейчас Наконец Они Значит Могут Получить По заслугам Это Унизительно Для этих людей Которые пишут На самом деле Работодателям Сейчас Этим Рестораторам Эти люди Они не в состоянии Содержать Этот штат У нас Целый пакет На самом деле Мер Которые Мы сейчас Просматриваем Продумываем Взвешиваем В отношении Всех Урити То есть Это Вся Вертикаль Это и Собственно Рестораторы И люди С которыми Мы работали Некоторых шефов Мы будем Каким-то образом Тоже поддерживать Потому что Они понятно Имеют в том числе Доступ к продажам И как им Помогаем Суть не в этом сейчас Суть в том Что вот Когда я это осознал Мы подумали И решили Что вот надо Надо каким-то образом Помочь Мы как можем помочь У нас есть Какое-то количество Наших инотек Которые не закрыли И поэтому Пока их не закрыли Эти инотеки Мы пытаемся Трудоустроить Ребят Но список Очень сильно ограничен И помощь Которую мы можем Оказать Не очень существенно Это Две с половиной тысячи За смену То есть это Сорок тысяч рублей Но тем не менее Эти сорок тысяч рублей Для кого-то Могут оказаться Спасительным кругом То есть один человек Сорок тысяч рублей Все равно Какую-то бюджету Мы его потратим Поэтому Ну Я не могу Сейчас здесь говорить Приходите все Ну потому что Уже там И списки Богданов Приходите все Это было бы неправильно Я считаю Что те люди Которые Знаешь Ничего из себя Не представляют Полная надменность Над менеджерами Я считаю Что менеджер Я всегда говорю о том Что менеджер Виноторговой компании Это как пчелка Ресторан Это цветок Он с одного цветка Перелетает на другой Он всегда Эту пыльцу Которую забрал С этого ресторана Он доносит ее До другого заведения Так распространяются слухи И люди об этом узнают Это не то Что у тебя Пообщался И все Все равно Люди об этом Начинают узнавать И Сотформируется Некая репутация Того или иного человека Поэтому Когда хочется помочь Хочется помочь Тем, которые Нормальные люди Нормально себя ведут И приятно с ними Общаться во всех отношениях Поэтому Когда вопрос встает О том, что Ребят То, что вы сделали Во-первых Вам большой респект Потому что Это Поддержка Как бы В любом случае Она есть И это очень важный момент Мне бы хотелось бы Помочь именно Тем ребятам Которые Попали действительно В сложную ситуацию И профессионалы Это не те Которые завтра скажут Я и без них Мог бы обойти А именно те Которые Именно с благодарностью Готовы принять Не надо Благодарить Но нужно Просто принять Эту историю И вести себя Абсолютно адекватно Так вот Делание благодарности Ты же понимаешь Что я Мой опыт подсказывает Что и спасибо Потом не скажет Никто Но я не за это делаю Понимаешь Мы приняли решение Потому что Действительно Кому-то Это действительно Необходимо И это может спасти Ситуацию На коротком отрезке Два месяца Эти продержатся Ребята Как-то Вот Но Еще раз повторяю К сожалению Мы поставлены В условия Когда нам Помочь бизнесу Некому То есть Только бизнес Может помочь Бизнесу Как в каком-то виде Вот в каком Может Пассивно Каждый Наверное Сделает Какое-то Движение В сторону рынка Я в этом уверен Я поэтому уверен Что все наши Конкуренты Все наши компании Коллеги по цеху Точно так же Во-первых Выживают Понятно Что мы все Каким-то образом Потом посчитаем Все убытки Все потери Ты опять Очень культурно Говоришь Мы же прекрасно Понимаем Что многие Не выживут И та ситуация Которая сложилась На винном рынке Среди винноторговых Компаний Многим Компаниям Просто Не до всего Будет В дальнейшем Это все Приведет К большим Задолжностям И так далее Кстати Как у вас С вашими поставщиками С производителями Правильно ли Реагируют Ты знаешь Удивительным образом Ну вот Я тебе скажу Во-первых Из всего нашего Большого портфеля Всего наверное Процент Один процент Закрытый на карантин И никак не реагирует Значит Еще процента Два наверное Это такие истерики Ну то есть Вот эта форма Поведения в кризис Для меня не первый И как раз Подсказывает Что будешь Выстраивать отношения С теми На кого Можно опереться И большинство Это же в основном Крестьяне Они понимают Что они попали В большую беду И у них сейчас Беда реально Там Она Ее ничем не остановить Представь себе Уже большинство Консорциев В мире Они уже Объявили о том Что будут Сдерживать Объем производства Сознательно И уже сейчас На стадии Поскольку сейчас Сверхоз работы Ведутся В северном полушарии Совсем недавно Подрезка шла И они За счет этого Уже регулируют То есть объем Производства Будет сокращен На 30% Представляешь То есть это прям Бьет реально Производителям Но они понимают Что у нас Еще больше задница Потому что Мы зажаты Между рынком Который не может Заплатить И они все это понимают И большинство понимает Что весь туризм До 21 года До середины Скорее всего Схлопнется То есть С одной стороны Это прямые потери С другой стороны И меньше расходов Будет Сейчас Весь маркетинг Мне сейчас Я задумываюсь Обо всех Компаниях Которые Зарабатывали На маркетинге Или на рекламе Для них сейчас Вдвойне ситуация Непростая Потому что Это то самое звено Которое можно порезать Это расходы большие Большие у всех нас были И мы поэтому Сейчас будем Работать Вот на таком На дистанции На прямом Взгляде Двух пар глаз С одной стороны Двух пар глаз С другой стороны Пар глаз с одной И пара с другой Точнее И вот Вот это как раз Вот этот контакт Эти договоренности Между поставщиками Нами Вами И вот Сокращение звеньев Как раз и приведет к тому Что цену можно будет Сдерживать Потому что она не будет Релевантна Мы когда Когда было Повышение на 22% Наше среднее повышение В компании было 15% То есть грубо говоря Мы в каждом кризисе Понимаем Резут маржинальность Сейчас когда Курс евро пошел вниз Если он здесь закрепится То мы Всегда откатываем Мы уже Дважды у нас было Два больших По понижению цен И три Там одно еще Незначительное То есть это документально Мы всегда подтверждали Не знаю Все ли компании Так себя вели Но тем не менее Я считаю Что это правильно Потому что Прозрачность цены Это очень важный аргумент В торге А в кризис Нельзя Пытаться Мгновенно Переложить На плечи потребителя Конечно Твои избежки Это Как правило С учетом С учетом Того что ты говоришь По поводу Того что будут Сдерживать Урожай Там и так далее Может быть Это будет Какой-то Исключительнейший год За это столетие И с точки зрения Вина Которая появится Качество вина То есть это Должно быть Что-то такое Невероятное Вероятно Если не будет Каких-то катаклизмов Если Господь Бог Не прогневается На нас окончательно То будет урожай Столетия Я думаю Да Я тоже так считаю Потому что Многие об этом говорят Это очень интересный Момент Так Толь Скажи пожалуйста А в международной ассоциации Что происходит сейчас Вообще Вот в мире Ты с учетом того Что ты общаешься С своими коллегами Очень часто Ты знаешь Достаточно много Языков На всех языках Разговариваешь Это очень важный аспект Вот скажи пожалуйста Что говорят Что происходит Вот опять-таки Про Песни Сомелье За границей Ну во Франции В Италии Во всяком случае Ты знаешь Поскольку Большая часть Все-таки Ресурсов Административных В ассоциации Это страны Которые Можно отнести Наверное К категории Классических Да И поэтому У них Несколько Старомодные Подходы То Ассоциация Развивается Не очень быстро И несоразмерно Требования Молодого поколения То есть даже Мне Представителю Как тебе Поколение Икс Заметно Что это такой Не совсем Поворотливый Механизм Там Условно Если перевести Себя на русский Много старперов Которые К сожалению Ну в общем Не дают развиваться Достаточно быстро Диджиталом Диджитал Каким-то Технологиям Тем не менее За последнее Правление Условно Говорят Тогда Когда пришел Андрис Росберг Это Представитель Все-таки Более Молодого Светлого Быстрого И динамичного Поколения Он Аргентинец Мы Замечать Стали Гораздо Более Эффективные Формы Продвижения И поэтому Самый большой Проект Который Запущен Чуть раньше Его Прихода В ассоциацию В качестве Президента Но вот Он его Полностью Разглавил Это Ассоциация Вот она Сейчас Систематизируется И то Что Ассоциация Международная Стала Разворачиваться В сторону Последних Каждых На местах Конкретных Членов Ассоциации В виде Действующих Сомелье Национальных Ассоциаций Это здорово Потому что Во-первых Они могут Потренироваться Они могут Подтвердить Свой уровень Знаний Как минимум И умение Компетентно Доказать На уровне Экзаменов И это Очень правильно И то Что сейчас Разворачивается Система образования В эту сторону Это тоже Совершенно Похвально Многие Критикуют их И по делам Соглашусь И тем не менее Все-таки Многие Значительные Проекты Которые они Реализуют В первую очередь Конечно Конкурсы Это здорово И то что Ну вот Мы С нашей помощью Мы привозим Какое-то количество Специалистов Из Международной Ассоциации Для обмена Опытом Я считаю Самое главное Достижение Потому что Без этого Обмена Ассоциация Вообще Профессия Она будет Дрейфовать В каком-то Направлении По течению Под собственным Весом Но это В общем Не совсем Правильный путь Я знаю Многих Кто у нас С тобой В ассоциации Состоял Кто у нас Сына Сейчас Не любит И критикует Но они Они состоялись При этом В этом ремесле И они точно так же Побеждали на конкурсах Поэтому я считаю Что это не совсем Справедливо И не совсем честно То есть Если ты попользовался Так иди до конца Просто не очень Хотят деньги тратить Я думаю Скорее всего Это такая проблема По сути дела И ты И мы Мы делаем Общий круг Задач Они немножко Сегментированы Потому что Ты больше на национальном рынке Мы чуть-чуть больше На международном Кстати ждем тебя С армянской ассоциацией Ты как-то И не двигаешься дальше В этом направлении Это мне кажется Было Куда двигаться В этом году Планировалось Очень много всего сделать И это все Однозначно будет сделано Там много интересного Но карантин Сделал свою роль Сыграл мы С 23 марта По 2 апреля Должны были быть там Объезжать опять все Хозяйства Для винного гида И так далее Ну вот Как только закрыли Мы поняли Что мы уже обратно Не вернемся Поэтому приняли решение Чуть-чуть отложить Вот майское мероприятие Мы тоже решили Перенести Пока на июнь Но думаю Что это тоже Так вилами На воде Писано Но я про вступление В международную ассоциацию Потому что ты Да-да-да Это однозначно Мы сделаем В любом случае Мы А что Разве будет дистанционно Это возможно будет сделано Нет Сейчас дистанционно нет Но сам факт Просто да Потому что На прошлом заседании Тебя ожидали Что твою Третью кандидатуру Внес И Ну на какой-то причине Ты не сумел туда приехать И поэтому я надеюсь Что ты продолжишь Да Была проблема Ну По Армении Там вообще Все хорошо развивается Это будет у нас Отдельная Как бы тема И кстати Вы когда Возьмете все Портфель армянской Вины нормальные Мы уже начали У меня сегодня Я сегодня изучал Совершенно потрясающую Презентацию У нас Мы берем У нас очень компактный Будет портфельчик Но Красивый Таруарный Из разных регионов Вот Сейчас Прямо на радаре Находится Поэтому У нас будет И я вчера Ну отлично Я очень рад Как вы считаете Может ли быть Цена вина В ресторане Приравнена К бутикам Ведь это нормально В Европе Зайти И выпить бутылку Вина Базовую По цене Магазина Ну я отвечу Если ты позволишь На этот вопрос Очень кратко У нас в Гран-при Приблизительно Такая ситуация У нас там Наценка На наш базовый Прослед Всего Около 15-20% Поэтому За счет этого У нас Дорогая кухня Нивелируется За счет того Что у нас Недорогое Относительно Недорогое вино Поэтому Я как раз И пропагандирую Эту модель Для рестораторов Есть эти винные заведения Наценка Должна быть Гораздо более Низкой Ну видишь Здесь же еще Я общался С коллегами И в принципе Мы прекрасно понимаем Что составная Административная В виде двух лицензий На потребление На месте И для Непотребления На месте Это как бы Играет очень Большую роль Потому что Получить вторую Лицензию В ресторане Это ты должен Сделать отдельный вход У тебя должно быть Отдельное помещение С определенными Правилами И требованиями И к сожалению Не все могут Это позволить Хотя я считаю Что в ресторанах Больших ресторанах Это возможно сделать И не вижу В этом абсолютно проблем Так Здесь пишут Смешной Смешной комментарий Поэтому вы Непропорционально Подняли цены Для ритейла Почитайте Прайс лист Вы пытаетесь Рассуждать на темах В которых Вообще ничего Не смыслите Почитайте Прайс лист У нас единый Никакой непропорциональности Нет Мы никогда Не делаем Ни один Наш Подход За счет За счет Одного бизнеса По отношению К другому У нас ритейл Точно так же 30% Нашего бизнеса Это ритейл 30% Это частные продажи И 30% Это хорика Поэтому в этой ситуации Мы действуем Очень просто И прозрачно Как только Как только Поднимается Курс Рубля По отношению К евро Точнее Рубль падает Мы поднимаемся Как только Опускается Мы опускаемся Никакой диспропорции Здесь нет Анатолий Цены на полки Будет обеспечивать Твоих потребителей Клиентов Белым Красным Розовым И шампунем Условно говоря То есть такая ситуация Что есть То и бери Поэтому Вот в этом смысле Какие-то перекосы Возможные И провалы В том числе В стоках Но в целом Ситуация хорошая И Мне пишут Не переживаете ли вы Что посетители ресторанов Перейдут на сегмент Недорогих рынок Конечно Однозначно Это произойдет И ровно поэтому Маржа В целом ресторанов И наших В том числе Коллег по цеху И нас самих Она Произойдет Ну понятное Проседание среднего человека Это абсолютно Не надо к бабке ходить И мы все это понимаем Прогнозируем Понимаем Что у нас Уже Той жизни В которой мы были Когда-то Сначала в тринадцатом году А потом мы были В девятнадцатом Уже не будет Уже неоднократно Был задан вопрос По поводу Что ты думаешь Насчет онлайн Будет ли она Произойдет Особенно лучше Что касается Будет Они об этом Сейчас говорят Активно Там наверху Но к сожалению Этот маховик Очень медленный Поэтому пока Они запустят Эту процедуру На полтора-два Месяца пройдет Как раз К концу карантина Это наверное И разрешится Но это Это еще одно Позитивное следствие Этого кризиса Поэтому В каждом кризисе Надо искать Какие-то Достоинства Вернусь к мысли Мы вернемся По ВВП Сейчас 2006 год Наверное И тем не менее Я всегда говорю В 2006 году Я был счастлив Правда был чуть моложе Но в целом Будем начинать С какого-то Обратного Возвращения К каким-то Другим ценностям Это неплохо То есть Мы все равно Будем созидательно И поступательно Двигаться вперед Так устроен человек Спасибо за книгу Про Вина Пьемонта Когда ждать Продолжения Про другие Регионы Италии Сейчас пока Не до них У нас будут Сейчас другие Проекты запускаться В частности Обучающие Видео Вот это Мы сделаем Быстрее Чем я напишу книгу Но Тоскану На треть написано Впрочем Анатолий Возможно Слушать бесконечно Красивая Конструктивная Грамотная речь Спасибо большое И как на блондинку Можно паркующихся Так же смотреть Мужчины Вам обоим привет И вопрос Как часто Вы пьете вино Вне рабочей деятельности Какое предпочитаете Макс Макаров Замечательный вопрос Который нет ответа Ответа у меня нет Потому что я пью Очень много И у меня очень много Работы связаны с вином Которые переносятся В мою личную жизнь Сегодня я пью чай Странным образом Потому что На карантине Понимаешь У меня есть уникальный Момент Пытаться сбросить вес И ограничить себя В каком-то Алкоголе Потому что Постоянные дегустации Постоянные Какие-то мероприятия Ты меня понимаешь Аркопчик Да На некоторые позиции Для ритейла Вы подняли цены На 8% На некоторые На 20% Потому что Я ничего не повторяю Связана Это дифференцированная Скидка Ой Дифференцированная наценка Она связана С колоссальным Количеством факторов Включая в том числе Удивительным образом Поднятие цен Постоянные дегустановщиками Вы не задумываете Что они пытаются В том числе Компенсировать За счет потребителя И наше увещевание И объяснение Что у нас Такая же задница Может быть и хуже Не всегда работает Собственно говоря Так происходит Но это как раз Говорит о том Что среднее поднятие Оно вот такое Очень сбалансированное Тут Мурат спрашивает Что нужно сделать Молодому производителю Качественных вин Из Дербента Для того Чтобы появиться в Хориках Во-первых Сделать качественное вино Наверное Надо сделать Для начала Не один раз То вино Да То вино Которое в ресторане Будет не в супермаркете И в ресторане А именно в ресторане Для Хорики Тогда на мой взгляд Ты согласен? Я думаю Однозначно Соотношение 30-30-30 Это в деньгах Или в натуральном выражении? Ну Это принципиальный вопрос Но в деньгах Точно совершенно В натуральном выражении Близко к этому Потому что у нас Компания Сбалансирована Уникальным образом У нас 50% Это масс-маркет 50% Это ремиальное вино Поэтому пропорция Она приблизительно Соотносится со штуками И с эквивалентом в деньгах Просто Дело в том Что мы прожили Это у меня 6-й кризис Мы прожили когда-то 98-й Поэтому очень много Это прекрасная была школа Оттуда родом Хорошая тема По воспитанию Сомелье Как личности Не хотят ли в Симпол Обучать сомелье Этики и этичности По-моему Такой вопрос Очень специфичный Я считаю Что это во всех школах Должно быть Это абсолютно Во всех школах Безусловно Безусловно Я кстати говоря Может быть даже Придумал Какой-то большой Круглый стол На эту тему Чтобы зафиксировать Некие правила Обычно Они вообще-то Обычные Общечеловеческие Слово мораль Очень легко Определить И очень легко Дать ему дефиницию Делай по отношению К другим людям То Что ты хочешь Чтобы они делали По отношению к тебе В нашей профессии Мне кажется Этой договоренности Пока что Мало Потому что Все равно Существует угроза И внедрение Каких-то Коррупционных Коррупционных Ресурсов С другой стороны Есть увлеченность Сомелье И не всегда Их профессионализм Потому что Есть другая проблема Вот этот курс Надо вводить Помимо этики Потому что Этика Это правильная вещь Безусловная К пониманию всеми И легко Определить эти правила А вот Например Заставить И научить Сомелье Быть бизнесменами Сложно Потому что Гриша Правильную вещь сказал Ключевую вещь Хороший Сомелье Это тот Кто умеет Продавать Он использует Свои знания Для того Чтобы зарабатывать Деньги И это Ресурс К сожалению Данный Немногим Премиум Просядет Или останется В прежних Объемах Я скажу так Премиум Тоже Сегментируется Как правило В такие кризисы Глобальные Как войны Как такие пандемии Бедные Беднее Богатые Богателет Поэтому Если мы говорим С вами про Сверх Дорогую Надстройку То Она исчисляется Скорее деньгами Чем штуками Она не просядет Просядет Все что будет ниже Условных Там Показателей В 15 тысяч рублей За бутылку Конечно Этот премиум Сильно просядет И во многом Будет замещено Российское вино Так А у вас Российский портфель Будет увеличиваться Или вот Все что вы сделали Уже с сегодняшнего дня Увеличился На очень Одну красивую марку Но я пока Ее не скажу Пока она у меня На склад не упадет Очень уважаемая И очень достойная Так Будем ждать С нетерпением Информации Кого вы взяли Так Рестораны Возможно И выдержат По вашим Оптимистичным Прогнозом А что вы думаете Насчет Оттока гостей Отток гостей Не случится Я об этом говорил Много раз В том числе В беседе С Борей Зарьков Мы рассуждали Я не верю В то что Произойдет Отток Наоборот Все люди Как только дадут Возможность Вдохнуть И как только Они подуспокоятся Рванут Туда Они Рванут Чувствовать себя Людьми В первую очередь Вот это Круг общения Канавиальности Атмосфера Которую ты не можешь Воссоздать у себя Дома Поменяются ценности ЗОЖ Который мы сейчас Видимо наблюдаем Как такой Кластер огромный Он конечно Сейчас Сейчас не до него будет Сейчас надо будет Эмоциональный фон Лечить Залечивать раны Да Поэтому Мы сейчас И много пьется Поэтому В том числе Не очень хорошо Но к сожалению Это неизбежно Добрый вечер Я только начала Погружаться В этот прекрасный мир Вина Виноделия Виноторговли Сейчас учусь В школе Сомелье Как лучше И максимально Результативно Применить В дальнейшем Свои знания И Андреева Спрашивает Я сейчас Не могу К сожалению Дать какого-то Дельного совета Он может оказаться Совершенно неэффективным Надо дождаться Конца пандемии И тогда Мы с вами поймем Куда движется рынок Как он движется Какими темпами И с каким Участием В том числе Всех вовлеченных В процесс сторон А здесь Немаловажную роль Играет государство Пока что Оно к сожалению Нас никак не поддержало Увы А вот как будут Зарабатывать Сомелье Если их доход Состоял от продаж А белые Красные Игристые Это даже Не требует Сомелье С его знаниями Красные Красные Ну это я Я говорил о том Что не надо будет Соблюдать матрицы Не читайте все Что я говорю буквально Я говорил глобально О том Что если у вас В карте вин Не будет хватать 30% СКЮ Ваш ресторан Выживет В любом случае Я об этом говорил Сомелье Ментор И как какой-то Сноп Рассказываем О чудесах Натурального Прекрасное Главное Качество И цена Качество И цена Все Так Что происходит С винами Бургундии Подорожают Ну вот как раз Повышение у нас Частично происходило За счет бургундцев Которых никогда Не бывает кризиса Как известно Это правило Но я надеюсь Очень искренне надеюсь Потому что у нас У нас сейчас Нет разговора С поставщиками О ценах Вот это тоже Надо понимать То есть какие-то Есть там Несистемные вещи Вы не забывайте Что совершенно Драматически Выстрелил транспорт То есть сейчас Удорожание Стоимостей По логистике Это в два раза Минимум Потому что Никто не хочет Ехать в страны Карантина И никто не хочет Своих водителей Туда посылать И водители Отказываются И за счет этого Транспортные компании Те выкручивают руки Ну просто Как только могут Поэтому Сейчас вопрос Ставится по-другому Поставщикам Можно не платить Какое-то время Но недолго То есть они будут Они будут тоже Вынуждены требовать У них зарплаты И так далее Никуда не делить И их государство Тоже мало поддерживает Вопреки Всем мифам Я знаю Из первых уст То есть наших Поставщиков Почти никто Не поддержал Еще не поддержал Еще пока Дальше Соответственно У нас задача Обеспечить Логистику И обеспечить Поставки Это первоочередная Задача Сейчас Вообще Надо забыть Про такие вещи Как сам по себе Ассортимент И цены на него То есть мы Смотрите Вот я так скажу И это в том числе Компания Симпл Это ее форма Поведения У нас горизонт Планирования Сейчас одна неделя То есть все решения Принимаются На основе Именно такого анализа Мы понедельно Меряем рынок И тогда понимаем Что нам надо сделать Поэтому Даже если мы сейчас Объявили о повышении цен Оно не конечное Друзья мои Оно может быть И вверх еще потом задрано А может быть опущено Поэтому это Вот эта нынешняя форма Нашего ощущения Пространства и времени Поэтому Что будет с Бургундией Я не Господь Бог И поэтому О ценах мы поговорим Когда заработаем Когда форику откроют Мы начнем оборот Опять каким-то образом Демонстрировать У нас сейчас Мы сейчас затыкаем дыры Там где нам надо Потому что Больших продаж не случилось Это же ни для кого не секрет Коснулся ли вирус Производителей Лично Все ли здоровы Ну у меня нет Такой информации Чтобы кто-то заболел Если вы следите За нашим ресурсом Simple Wine News Он сейчас живет Мы к сожалению Были вынуждены Остановить полностью Продакшн бумажный Потому что Система распространения В основном была Через Хорику Хорика закрыта Сейчас некуда положить Журнал То есть его бумажной версии Сейчас нет Но мы в диджитале Существуем Мы показывали Но в новостной ленте Несколько К сожалению Драматических случаев Гибели винодел В том числе От коронавируса Их немного Как впрочем И всего смертей В мире Пропорционально Этой пандемии Но они есть К сожалению Это так Толя Нет Я про то Что больше Цифровизация Цифровизация Больше Становится Популярной Сейчас 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 Цифра Да Ну во-первых У нас и версии Разные Журнал Который живет В диджитал Пространстве Он более молодежный Он более современный Он более новостной Там нету Таких серьезных Глубоких материалов Про теруары Которые Бумажные версии У нас Сейчас Вообще Будет эшелонироваться Если мы выйдем Из этого кризиса И сохраним Издание Там будет Три этажа Фактически То есть На верхнем Это как бы Если на язык WCT переводить Верхний Верхний уровень Wine Stage Он будет ориентирован Исключительно На WSAT 3.4 Условно говоря Третий Четвертый уровень Бумажные версии Это 3.2 А Просто в диджитале Это 0.03 То есть Грубо говоря Просто познакомиться Заинтересоваться Вином Какие-то явления На хайпе Больше вот сюда Но при этом Попадают все Интересные версии Нас так благодарили Странным образом Здорово Когда мы выложили Весь наш Архив В интернет То есть Огромное количество Благодарности Прислали наши читатели Сказали Ой как здорово Сейчас сидим дома Можем почитать Да Это круто А вы выложили Через что? Через Зинью Зинью Да Зинью Так Добрый день Собирается Лисипа Включать свой портфель Сидр и Пуаре Нет Пока Вместе с пивом Сразу же отвечу То есть Это категории Я объясню почему Мы компания огромная Если заниматься Крафтовыми вещами Что было бы приятно И правильно Мы сразу же Столкнемся с неизбежностью Сроков хранения Годности И в этом смысле Ни пиво Ни сидр Мы не сумеем Возить на регулярной основе Большие бренды Их во-первых Не так много Во-вторых Мы не специалисты Пока здесь Я с вашим Уважением Отношусь И к тому И к другому И к сидру И к паре Но пока что Такой физической Возможности нет Это будет отвлекать И ресурсы И время И знания Поэтому пока Не дошло Всегда как у ресторана Начинаются проблемы Почему-то режут Семелье К сожалению Режут то Что могут порезать Порежут все косты Естественно Я думаю Что это очень Недальновидная Будет мера Потому что Семелье Еще раз повторю Это не только Имиджевая составляющая У нас у многих Есть представление Что это ходячая Открывалка К сожалению Есть часть Представителей Этой профессии Которые этому Соответствуют Определению Но в целом Глобально Я все-таки Больше общаюсь С людьми Которые Ты говоришь Вот они не ходят На мастер-классы На дегустации Ты знаешь Не все Обнадеживает то Что я очень много Встречаю молодых Я с тобой согласен Достаточно Много ребят Очень профессиональных Хороших Молодых ребят Которые вот-вот Начинают И прямо у них Огонь горит в глазах Ну блин Большинство Это такая инертная масса С которыми Даже неинтересно Разговаривать Это надменность Над гостем Когда гость Ничего не знает Понимаешь Над гостем И над поставщиком Артур И над поставщиком Тоже И над поставщиком Мы к сожалению Да Мы к сожалению Заложники Этой ситуации Но она Еще раз Она сейчас В условиях кризиса Будет меняться сильно Потому что Рестораторы Будут Хлестать Плеткой Сейчас Жестко Совершенно С одной стороны Гости Будут Еще более Требовательными С другой стороны Ну и здесь Действительно В многом Сомелье Будет зависеть Насколько Он докажет Свою состоятельность И эффективность Поэтому Такого Сомелье Мы как раз Говорили С Бухаровым По поводу Того Как будет Меняться Его видение Он сказал Что да Будет появляться Много маленьких Ресторанчиков Семейных Скорее всего К этому Будет идти Все Это раз И во-вторых Профессия Сомелье Мы уже Неоднократно Говорили об этом Будет совмещена С профессией С другими Должностями Это я с тобой согласен Это я с тобой согласен Барменеджеры Все да Они могут Быть совмещены Бармены В том числе Как в каком-то смысле Тоже могут Быть восполнены Толь Слушай Ну во-первых Я хочу напомнить Всем нашим Подписчикам Кто нас смотрит Переподключился Еще раз За лучший вопрос Я подарю свою книгу Российский Винный гид Анатолий У нас на связи Толь Я хотел затронуть Вопрос На самом деле Очень интересный Потому что Я получил Невероятное удовольствие От просмотра Фильмов Которые были сняты И Это действительно Было очень классно Виталий Мазыченко Большой молодец Я считаю Что ему надо В этом направлении Как раз и двигаться Ну и с такими Продюсерами С такими продюсерами Как ты И твоя дочь Так как С вашим подходом Я думаю Что много интересного Можно еще заснять Вот У вас была мысль Как-то Про российских Цемелье Что-то снять Интересные истории Совершенно Замечательный вопрос Спасибо тебе Он очень человечный Книгу я оставлю себе Короче Да Книгу ты выиграл Потому что Он касается меня Напрямую И это последнее Мое увлечение Я даже не о нем Сейчас Ты знаешь Напомнил Такой прям струей Обдал меня Человеческого тепла Потому что Мы сейчас все Вот в этом балагане Пытаемся выживать И у нас конечно Башка забита Совершенно другими вещами А это Такие ценности Которые Мне удалось Благодаря Ну Замысл Не буду скрывать Безлишней гордости Был полностью моим Но Виталик С такой теплотой И быстротой Откликнулся Что действительно Получилась Совершенно уникальная Штуковина Совершенно малобюджетный Очень человеческий Теплый фильм У нас к сожалению Сейчас вся наша Тоже картина Действительности Которая была привязана К фестивальной истории Она подвисла Потому что Все фестивали Растворились Тоже в небытие И мы не понимаем Когда они возобновятся И мы на год С ним отброшены Но Есть хорошая новость Виталик Очень талантливый человек Оказался И мы с ним фактически За два года Соорудили Вот такой там Продукт Под ключ И очень достойный Продукт И у него сейчас Есть еще один проект На котором он трудится Я не буду сейчас Всем рассказывать Более того Отвечаю на твой прямой вопрос Будет ли что-то В отношении Русских Семири У меня была часть У меня было предложение Это же у нас Альманах получался У него четыре истории А я ему предложил Пятую в Москве снять Но вот он Не воспользовался Но я надеюсь Что если этот формат Когда мы его Выпустим в прямой эфир И он будет жить Уже прокатной жизнью Полноценной Состоится То тогда мы Все-таки пойдем По пути Снятия фильмов У меня есть Колоссальное количество Микросценариев Своих собственных И у него тоже есть То есть у нас Мы уже подготовлены К следующему рывку Сейчас бы вот только С деньгами разобраться Слушай, ну а На сегодняшний момент Где-то можно Посмотреть эти фильмы Или они закрыты Пока не будет показа Мы не можем По условиям Фестивального жанра Их показывать Я бы их давным-давно Сейчас в кризис Выложил бы И все смотрели С большим удовольствием Но проблема в том Что я тогда Не смогу пойти на фестивали И мы тогда Ничего не получим И эти фильмы Никто не узнает Так вот устроен Кинематограф Увы Слушай, ну У нас Тема Тем много достаточно Сейчас Когда в Краснодаре Откроется школа Вина и Нотрия В Краснодаре Вы знаете Мы делаем Формат Энотрии Формат Мобильный Энотрии Мы передвигаемся Активно по региону Но Открытие собственного Офиса Там пока не планировали У нас будет Формат стабильный На виноградниках Но скорее всего Это будет Крым И мы будем Это делать На базе Наших партнеров Золотой балки Для того Чтобы показать Как оно делается То есть у нас будет Курс отдельный Который мы Выдвигаем Полноценно На место И на месте И учим И это Мне кажется Такой новый Новый будет Виток В нашем развитии Энотрии 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 Открывать в каждом регионе Мы не планируем И это наверное Не очень эффективно Ты меня понимаешь Как также Учредитель винной школы Стало много чемоданщиков Неофициальных вин И так далее Мешают ли они компании Ведь их стало Очень много Они не мешают компании Они мешают развитию Профессии Потому что К сожалению Здесь есть Есть некое Прочтение На таком Психологическом уровне Если так говорить Потому что Все что делается Нелегально Быть хорошим До конца не может Здесь есть Некий такой фон Я к этому отношусь С определенной С определенной Настороженностью Как минимум То есть когда я понимаю Что это сделано То есть По другому скажу У меня отношения К этому Идут в разрезе С большинством Людей планеты Земля Это личная моя совесть Я никому не пытаюсь Навязать Но например Я не купил за всю жизнь Одну пиратскую Скорость И ничего Поэтому Все что происходит С нарушением Законодательства С одной стороны Мне очень хорошо С другой стороны Если бы сейчас было бы Если бы сейчас была бы Возможность Нимф Такой сделать У тебя Потому что мало кто Мало кто не пользовался Пиратскими копиями Я ни одной копии не купил Но дело не во мне Я сейчас отвечаю На прямой вопрос Мешают ли они нам Нет Они отъедают Какую-то долю Ну в общем По сути дела Понимаете У государства Просто нету сейчас Желания и воли Навести порядок В этом пространстве Но рано или поздно Он его на видео Да я тоже так думаю Потому что иногда бывает Ну я не говорю Про нормальный Надо же знать У кого ты покупаешь Тоже И когда Абсолютно непонятные люди Привозят все что угодно А мы знаем Количество подделок В мире Колоссальное Да И благодаря даже Вашему конгрессу То что Присутствовали На вашем мероприятии Там Красивое выступление Как ее зовут Из ФБР Женщина была Я сейчас забыл Тоже Да у меня Выскочила Я сейчас Да Ну в общем Исключительный момент Когда она рассказывала Как она все это дело Выявляла И Сколько денег Было потрачено Людьми Просто потому что Как-то доверились Там и так далее Поэтому здесь тоже Очень важный момент Акцизная марка Все-таки играет Определенную роль Конечно Конечно Я более того скажу Я для себя Открытие сделал Потому что Ну я много видел Подделок Контрафакты Нам приносили Подделные сосек Я в НЛА Ты ставишь Бутылки Они разные По размеру Разные капсулы То есть я это понимал Но когда она показала Что в Петрю Специальные вставки Делают в дно То есть да Для того чтобы По обычную бутылку Вставить Вот это Клише Давленное В стекле Ты не можешь Отличить Потому что это Пластик Такого же цвета Но это Прямо уникально То есть Ну реально люди Дураки Когда покупают За дешево Там дорогой Мех Это там Ну чудес Не бывает Друзья мои Не бывает А другое дело Что можно Конечно На налогах Обскорочать На оценку Еще раз Мне не мешают У государства Они забирают Немного Кому-то Они оказывают Помощь С точки зрения Глобального Явления Наверное Оно рано или поздно Куда-то будет Конвертироваться Поэтому Я на них смотрю Ну так Как тебе сказать Ну там Существуют Да и пусть существуют Ну как-то так Ну мы делаем Там У нас Своя совершенно Задача и эмиссия На рынке Вот ровно так Они не добавляют У них нет Никакой добавленной Стоимости С точки зрения Эстетики Культуры И коммуникации Добрый вечер Скажите пожалуйста После составления Базового ассортимента Какими критериями Вы дальше Пополняете Ваш портфель Ассортимент Спасибо Если вы говорите Про симпл То базовый Наш портфель Относится К 1994 Году С тех пор Он является Некой Слушай А как сильно Он поменялся Сколько процентов По сути дела Из того что было Поменялось На сегодняшний день Из того что было У нас осталось Из 462 контрактов Только 3 поставщика То есть он поменялся Драматически Да Только 3 Всего 3 Из того что было Да Ну Понимаете А кто это Самые старые у вас Это Сан-Филище И Сан-Марко Два итальянца И первые у нас Сейчас Это из итальянцев И еще кто у нас Один из самых первых Я сейчас даже Наверное И затрудняюсь Быстро ответить Ну вот два я тебе назвал Мы смеемся Они у нас Особо святые Сан-Марко И Сан-Филище Да А вообще На самом деле Наш ассортимент Это уже большая Настройка Сейчас Единственное Что мы добавляем Это какие-то Может быть Совершенно Периферийные Маргинальные С точки зрения Объема продаж Категорий Которые Ну могут Рынку Что-то сказать Новое Сегодня например У нас на склад Зашла Совершенно феноменальная Фантастическая Натуральная Греция То есть там Да Я не отношусь К адептам А натурального вина У нас совершенно Потрясающие пятнаты И у нас Потрясающие Например Вот эти новые Греческие вина Из автохтонов Чистые Вот Я поэтому Рекомендую Их тоже попробовать Поэтому Что происходит С ассортиментом Он допиливается Он кристаллизуется В него что-то добавляется Редкое Новое Больше Больше концепции Вот мы винополис Сейчас меняем Достаточно Драматически Он будет уходить В категорию Так называемую Новомодную Артвайна То есть это Артизанальное вино Вино сделанное Руками человеческими В маленьких объемах Вот у него будет Другое немножко лицо Не такое Как сейчас Он там пытается Побыть похожим на симпл А в общем-то Ему и не надо быть Похожим на симпл У него Потрясающая коллекция Рикольтанов Которую мы докрутили И Глиурье взяли Недавно Ну то есть у нас там Прекрасное понимание Того Чего не хватает В мелких категориях Но это целый Коллективный труд Российский портфель Могу сказать Гордостью И армянский портфель И грузинский В руках одной хрупкой Симпатичной девушки У нас Ира Дегтяренко Да Динара Смурдакова Занимается Российским портфелем И вот сейчас Еще одну звезду Приобрели На своей погоне Я считаю Это будет прям Прекрасный совершенно Портфель Который Тоже терруарный У нас есть И Крым потрясающий И тихий И спокойный Игристый И в том числе Кубань И Ну Ростов Наверное Пока Пока мы не можем Сказать Что мы там Состоимся Как-то Ну наверное И туда зайдем Есть Есть наработки Есть мысли Расскажите Пожалуйста Про винодельские Хозяйства Компании Симпла И эти вина Когда они Появятся На пунктах Спасибо за вопрос Вообще-то Нам так же Повезло Как всем Сейчас Производителям Вина в мире Потому что Мы должны были В этом году Выходить У нас концепция Отличается от наших Коллег по цеху И наших соседей Тем что Мы работаем На территории Кианти-классика То есть Это прям Историческая Кианти-классика Которые Фактически Первые виноградники Документально Подтверждены В 11 веке Первое упоминание О наших виноградниках 1079 год И мы Понимаем Что это Гайоли Это Одна из самых Самых Одна из самых Лучших коммун В Кианти-классика Но по закону жанра По регламенту Техническому Кианти Это вино Которое может быть Выдержанным От двух До трех лет У нас же При этом Наша концепция Больше похожа На бурнелла Мы делаем В большем объеме Дуба И мы делаем Гораздо дольше И у нас Два сорта винограда Исторически На разных территориях Мерло И Сан-Джувезе И мы выдерживали Пять лет Первый год урожая 15-й И в 20-м Должны были Выйти на рынок Вот сейчас Первое мое турне Было в Америке Накануне Как раз С начала пандемии То есть я прям На гребне волны И прошел И меня Господь Милостивый Господь Меня защитил Но К сожалению Мы сейчас отброшены На непонятное количество Месяцев Потому что И этикеток Не можем просто Наштамповать Банально Потому что Эти предприятия Закрыты Работают Сельскохозяйственные И продуктовые А продовольственные А все Весь объем Производства Везде встал Поэтому Мы не понимаем Когда коробки получим Когда начнем Выводить Критикам Сейчас Как ты понимаешь Тоже Как вы все понимаете Тоже не до этого То есть там Оценивать нас Нам давать баллы Они справляются Со своими Личными задачами На вот этом горизонте Планирования Одной недели Так это ты говоришь Про Италию Правильно? Это я говорю про Италию Про Бертингу Да А дальше Грузия У нас есть грузинский проект Наш грузинский проект Он чуть-чуть Более молодой Потому что мы Покупали землю И сажали И процесс высадки Пока что еще ведется И мы сажаем В разных частях Кахетии Лозаннской долины С двух сторон реки Два разных склона Фактически Между нами Чаша Вот эта 500 метровая Над уровнем моря А мы забираемся Задумайтесь На 900 метров Над уровнем моря То есть мы вот Фактически Весь с двух сторон Объем склонов Имеем разными В виде разных теруаров И разных задач Соответственно В разных системах И системах Координат Мы Наши виноградники Мерим То есть у нас есть И производительный На равнине Площади Где будет гнаться Какой-то объем Условно В основном Саперави Саперави преимущественно А на склоны Мы залезаем Уже совершенно С другим подходом Более качественным С ограничением С другой плотностью Посадки С другим набором Сортов винограда И одна из задач А что в основном Там саперави же Правильно? У нас саперави Саперави Мы мало Саперави У нас совсем будет Чуть-чуть И это будет Преимущественно Вену для Квеври То есть мы будем Делать небольшой объем Нашего Квеври Я в него верю И надеюсь Что коллеги Меня слышат Максим точно Согласен Со мной Тимур У нас четверо Партнеров Тимур тоже Скорее всего Согласился У нас есть Один консервативный Партнер Который блин Костьми ложится Против того Чтобы делать В Друзии Квеври Это Сандро У которого жизнь До Хинкали И после Хинкали Да У него есть жизнь До Хинкали И после И видимо Жизнь после Квеври Еще понимаете Поэтому Лучше не сложнее Все договориться Потому что Он только Европейское вино Там сделает Что наверное правильно Но с другой стороны Надо помнить О традициях О корнях Поэтому сорта винограда Есть там и Иностранные В том числе Но у нас еще Очень много Автохтонов Местных грузинских И белых Это и Киси И Мцваны И мы сейчас Будем еще сажать Редкие совершенно Автохтоны Причем даже Будем пробовать Из западной Грузии Какую-то часть Привезти Но это следующий шаг И он очень долгий Потому что Будет массальная Селекция Так называемая А это как минимум Лет на 10 Игры То есть минимум А винодел у вас там Кто винодел У нас везде концепция И у нас же еще есть Один российский проект В который мы тоже Заходим сейчас И везде концепция Одинаковая У нас международная Команда То есть это Российские собственники Со знаниями рынка Со знаниями дистрибьюции С неким знанием вина И за ними стоят Агрономы Грек и итальяне В серьезной Местная команда Всегда обязательно То есть грузины В Грузии Тосканцы в Тоскане И россияне в России И сверху еще Консультанты Которые занимаются Аналогической пазой Это Стефан Дрининку Он входит в число Пяти лучших Энологов Бордо И в целом Известен в мире Так Москва и Питер Всегда стояли особняком В последнее время Многие отмечали Краснодар Как вы считаете Какие регионы В ближайшее время Учитывая кризис Могут претендовать На звание Третьей столицы Ну я никого Не хочу обидеть Но есть экономические Параметры И экономические Параметры нам Показывают Что все таки Не с точки зрения Винного рынка Да Глобальная Система устройства Страны У нас с вами Мы не можем забывать Про Урал Екатеринбург И Челябинск Рядом Это концентрация Значительной части Предприятий В том числе И Пермь И Нижний Тагил То есть есть много Много концентрации Большая концентрация Финансов В том или ином виде Ресурсных Нересурсных Неважно И конечно Новосибирск Это интеллектуальная Столица России Если у нас Питер культурная То Новосибирск Это вся наша наука И она сейчас Находится в хорошем состоянии Я замечаю Даже по моим Путешествиям Я регулярно езжу В Новосибирск Я вижу Как устроен рынок Как устроены горожане Понятно что Нам не нужно Сопоставлять С точки зрения потребления Все эти регионы Но на сегодняшний день Более Наверное Развитым С точки зрения Проливов Является Не Краснодар Потому что Краснодар Безусловно Как Столица Самого большого Апеллясиона Российского По производству Ирона Является Историческим Потребителем Но по Ресторанному Кластеру По ресторанной жизни Больший объем бизнеса Как ни странно В Ростове То есть Ростовская область Дает и количество Определенных Центров Если не брать Только Сочи В расчет Потому что Да все таки Кубань это Кубань И Краснодар Это Краснодар Но даже Даже если мы возьмем Побережье От Анапы До Туапсе И дальше Все побережье Сочи Это отдельные рынки Они живут Логистически По разному Поэтому У нас просто есть Наши офисы И в Сочи И в Краснодаре И я знаю Как это померить Поэтому Безусловно Это важный регион Но по поводу Третьей столицы Экономически Увы К сожалению Или к счастью Не знаю Для кого как Все таки Надо смотреть на восток Коллеги Будет ли онлайн Сандро Слушайте Ну если это будет Онлайн Сандро Тогда надо нам С ним выпить Так как у нас Получилось На прошлой неделе Сандро Мне надо будет В эфире Потому что Шуток будет Очень много Грузины с армянами Как всегда Это я Можно Запишусь К вам Первым Да Вот Ходячая энциклопедия Гриша Чикадай Напомнил нам Морин Дауни Про Да Морин Дауни Да Добрый вечер Скажите пожалуйста После составления Вашего базового Ассортимента Это я уже прочитал Среднее Барролы Вряд ли Кто-то будет Подделывать А вот у чемоданщиков Оно стоит Евро цена Плюс 5 евро А у официалов 2-3 раза дороже Ну К сожалению У нас Такое Такое законодательство Что дорогие вина Ты привозишь И все равно Платишь Столько же Да я бы На самом деле Не сильно Не сильно Обольщался Качеством Чемоданных перевозок В целом Глобально Вопрос Не в подделках Понимаете Ну как вам Объяснить В чем Ценность Качественного Коллекционного Вина Или даже Просто обычно Качественного Вы можете Купить вино С бондовых складов Которое Пересекало 4-5 раз Океан Понятно Что его качество Будет иным Вы Если хотите Спирт Получите в вине Для того Чтобы вам было весело И вы потешили Своё Своё Эго Но есть тогда Более быстрые Наверное Ресурсы Можно пить водки Хорошие В конце концов Получится Такой же эффект Если мы говорим О стабильности Поставок Надежности Поставок То в мире Пока что Другого Не придумали Я не говорю О том Что все Чемоданные Поставки Они хуже Да нет Пожалуйста Берите и там Когда мне говорят Слушайте А почему У вас цена Выше Чем в метро На полке Я говорю Голубчик Слава тебе Господи Бегите в метро Берите срочно Там промо Есть Воспринимайте Чемоданные Поставки Как некоторые Промо Продвигающие Ну Понимаете У нас миссия На рынке Другая Я не могу Торговать Чемоданами Я не могу Торговать Вином В чемоданах Потому что Моя задача Обучать людей Раздвигать горизонты И помогать Своим коллегам По цеху Которые делают Ровно такую же работу И при этом Платят налоги И содержат персонал И обеспечивают Рабочими местами Разные задачи В жизни Поэтому пожалуйста Покупайте в чемоданах Кому 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 Что нравится Зарема Тебе большой привет Передает Добрый вечер Ты как человек Очень глубоко Думающий Мне кажется Смог уже найти За что можно Сказать Этой ситуации Спасибо Поделись пожалуйста У меня Самая большая Задача Самое большое Достижение Этого Кризиса Заключается в том Что я сижу Как и многие Вынуждены дома И то количество Солнечных часов Которые я провожу Сейчас с женой Своей Оно уникально Потому что я все время Ее вижу при ночном свете Ночном освещении Потому что днем Я ее не видел Мы сидим вдвоем дома Я работаю Сегодня я просидел В кабинете Девять с половиной часов То есть я отсюда Не выходил Но она ко мне приходит Мы с ней можем Меняться какими-то Шутками Остротами Вот это тепло Человеческого общения Оно мне давно Было не дано Не под силу Я сейчас балдею От того что мы вместе Так много И ей не надо Никуда уезжать И мне не надо Никуда уезжать Это здорово Плюс Следующее Это то что Ну мы четко Совершенно понимаем Чего стоят Многие люди В нашем окружении Я благодарен Судьбе В том смысле Что я еще раз Убеждаюсь Что у меня очень сильная команда Есть на кого Опереться Я не буду скрывать У нас точно так же Кризис финансовый ударил И по нашим сотрудникам Мы вынуждены Сдвигать их На четырехдневную Рабочую неделю Но тем не менее Все понимают Что И пишут То есть я понимаю Что есть на кого Опереться Есть какие-то надежды Которые ты возлагаешь На людей И они с пониманием К этому относятся Поэтому Подожди А компания Симпл Компания Симпл Она кого-то Сократила Нет То есть Нет Мы не уволили Ни одного сотрудника Связывая В связи с кризисом То есть у нас были Какие-то до этого Естественно Как всегда бывают Кадровые замены Но в целом Мы сохранили Всю команду И это Тоже наверное Ну как Это не достижение Это даже Скорее наверное Относится К стратегическим решениям Поэтому нет Это нельзя Быть благодарным Кризису За то Что ты сохранил Собственных людей И они это понимают Нет Наверное Все-таки Самое большое Другое достижение Я назову Я сейчас Очень много успеваю Раньше не успевал Шалвахи Цуряне Мне сказал Здесь замечательные Совершенно слова Мы прямо На одной волне С ним в этом смысле Он говорит Ты знаешь Я сейчас делаю Много важного Но не срочного А раньше было наоборот Делал много срочного Но не важного То есть Вот в этот кризис Ты успеваешь Доделать Или сделать Или начать Хотя бы делать Такие вещи Фундаментальные Ну например У нас сегодня Началось продуктовое Обучение В нашем канале В нашем канале Хорика То есть мы понятно Сейчас ребят Содержим Они у нас Не работают Вообще Для нас Это отличная Возможность У нас наконец-то Дошли руки Их обучить Всему Тому Что мы Держим у себя В головах Мы с Андро Потом наши эксперты А до них Не доносили А сейчас будем В том числе Не только Давать им Возможность Обучиться Как сегодня Сказали у нас В компании Ничего себе Круто Типа Люди Экономят И набирают Деньги Копят Для того Чтобы обучиться В внутри Здесь внутри Бесплатно Да еще и за это Деньги платят То есть мы Их оцениваем По результатам Тестов Соответственно Они получат Свои Доход В зависимости С того Как сдают Экзамены Поэтому у них Прямой стимул Прямая мотивация Сейчас учиться И это здорово Потому что До этого Не доходило Я много Очень пишу Сейчас У меня огромное Количество Бумажной работы То есть документов И в том числе Статей каких Которые тоже Не успевал Поэтому есть Огромное количество Преимуществ Книгу пишешь Еще какую-нибудь Нет Пока не до этого Пока не до этого Сценарий пишу Много сценарий Симпл конечно Лучше Мы с Виталиком Да Это очень круто Круто Симпл конечно Лучшая винная компания Россия Постоянно Безостановочное Развитие Внушает Безмерное уважение К ее руководству Спасибо большое Спасибо за прекрасную Водку Омегин Мы теперь с удовольствием Ее употребляем В Казахстане Хотя больше вина Спасибо Вопрос Как вы пришли К своей водке Ой Вы знаете Этот проект Совершенно не мой Моего старшего партнера Максима Каширина Он вынашивал этот проект Порядка Наверное Пяти-шести лет В полной Совершенно Кромешной Тишине Я об этом знал Но В компании Было 4-5 человек Были посвящены И очень долго И очень системно И конечно Как всегда Мы говорим Когда говорим О конкурентах Преимущества Компании Симпл Мы говорим О людях У нас сильнейшая Команда Никита Иванов Лидер Его ребята И Вся Вся команда Она не большая Немногочисленная Но очень эффективная Поэтому я им Сильно признателен Потому что я Не являюсь Большим потребителем Водки Но горжусь Ею И иногда Когда мы Бываем Очень часто С иностранцами Мы все-таки Этот продукт Наш национальный Ставим на стол На передний план И здесь Есть чем гордиться Макс Макаров Задает вопрос Для чего Дистрибьютору Производство Вина Это игрушка Или будущее Дистрибуция Это к сожалению Не игрушка Это настолько Не игрушка Что даже Трудно Это осознать И понять То есть Слово игрушка И виноделие Как-то не состыковывается Да Это каторжная Ежедневная работа С огромным количеством Рисков Это как в анекдоте Как сделать Миллиардера Миллионером Да Есть два Надежных способа И приятных Это казино И женщины Да Но есть при этом Более надежное Но менее приятное Это сельское хозяйство Поэтому Вот я так скажу Что для нас Нет Это Во-первых Конечно С точки зрения Прагматического Подхода Симпл Ну мы Считаем Что делать Какие-то вещи Связанные с Альтруизмом Не зарабатывая Предпринимателю Ну для него Это как минимум Аморально Мы считаем Мы считаем Что мы Рано Рано Или поздно Выйдем На точку Безубыточности Сейчас пока Инвестируем Причем Реально Физически Закапываем Землю Деньги Колоссальные Совершенно Каждый год Каждый день Каждый месяц Но Эта модель Мы понимаем Как она Выстроена Как она Устроена И куда мы Ведем Эту модель Поэтому Надеюсь Что при моем Поколении Еще А не при Поколении Наших детей Мы сумеем Воспользоваться Какими-то Бенефитами И соответственно Нам будет Возвращена Возвращена Та часть Нашей В том числе Временных Затрат наших Вот Но это Горизонт Планирования Я скажу Для тех Кто хочет Задуматься Как построить Свою собственную Надельную Это изначально Надо быть К этому готовым Это минимум 10 А вообще Это 15 лет До точки Невозврата Да И до точки Безубыточности Когда ты начнешь Уже как-то Выстраивать Через методичную Дистрибуцию Правильную коммуникацию И вести в рынок Но у нас Есть еще Амбициозные цели Я не буду скрывать Мы надеемся Суметь В том числе Сказать свое Собственное слово Поверьте Что это Вот это Многого стоит Сказать собственное слово В той стране В которой мы делаем Будь то Россия Будь то Грузия Будь то Италия Мы хотим Дополнительно Что-то дать Этому региону Этой местности Которая нас будет кормить Пока что мы ее содержим Отлично Вино Это в первую очередь Не про алкоголь Это история Про труд Наслаждение И даже человеческую жизнь Я сам с этим Познакомился И живу Живу в этом Дайте совет Как нести эту культуру Людям дальше Вы знаете Я дам Простой Житейский совет Через который Сам прохожу Ежедневно Он вам поможет Не пытайтесь Увлечь всех Говорите Только с тем Кто готов Слушать И Вы поверьте Вы увидите Как через это Сарафанное радио Через это Выстраивание Вот этой цепочки Одинаково Мыслящих Понимающих вас И слушающих людей Вы наберете Вокруг себя Целую армию Таких же Единомышленников И людей С которыми Вы будете говорить На одном языке Я давно уже Избавился От такого Радикального Качества Которое Свойственно Максималистам Молодежи Максималистской Как Например Попытка Переубедить В споре В споре Собеседника Когда ты пытаешься Самопрописной истины Доказывать При разговоре О вине То есть это Совершенно Непродуктивно Во-первых Чего точно нет В вине Это истина Вы никогда не договоритесь Только Древние Античные Говорили Что истинная вина На самом деле Ее там нифига нет Потому что один любит Белое Другое красное А третий Вообще-то Крепленое И в этом смысле Вы не сможете Подровнять всех Вот свои Стандарты Это могут делать Только Но есть целый Кластер Опять-таки Возвращаясь к теме Сомелье Среди них К сожалению Есть радикальные Настроения Очень часто Такие максималистки Они тоже Ведут в никуда Я тоже был таким же То есть я Понимаю Что есть К сожалению Прекрасное преимущество У этих людей Они моложе меня Существенно Но это Быстро проходящее Преимущество Какие сорта Для Крыма По мнению Анатолия Будут перспективны Я сейчас изучаю Несколько сортов Винограды Но я далеко Не буду ходить Прикольно Прям вопрос Вы задали У меня Настольная книга Сейчас называется Я не знаю Как она отображается Сейчас правильно В обратную сторону Отображается В обратную сторону Да Она называется Кавказ И северная Часть Черного моря С точки зрения Региона Ампилографии Посмотрите Какая толщина Здесь есть Все сорта Винограды Которые были А кто это писал Чья это книга Кто автор Одним из авторов Является мой друг Атильо Шенца Итальянский Ампилограф Да знаю Да И среди прочих Много Много людей Различных Соответственно Она продается Где-то Она продается Я ее купил Точнее Как купил Мне ее подарил Сам Атильо Но ее можно купить В Италии Если тебе надо Я тебе привезу Потому что Здесь собрано Собрано Атильо Мы же с ним Мы же с ним На СВЛ Несколько раз Дегустировали Конечно Очень специфичный У него вкус Специфичный вкус Но он понимает Что он не критик Это неправильно То что мы Засовывали с критиками Людей Практикующих Если фандеринкур Неправильно Дегустируют У них просто Задачи другие Они дефекты Ищут Или пытаются Осмыслить Как это Через Ампилограмм Да Это тоже Отдельная Такая тема Интересная Да Интересная Тема Квеври Это как Маркетинговый ход Или все-таки Для уникальности Да нет Я просто верю В то Что страна Производства Она должна Обязательно Сообщать миру Две вещи Принципиально Первое Это ее собственная База Сортовая база Поэтому я О крымских Сортах винограда Очень много Чего знаю Но к сожалению Только теоретически Потому что Когда вы меня спросите Какие сорта винограда Я предпочитаю Я вам скажу А где мне взять Их попробовать С точки зрения Готовой продукции Винифицированной Они есть только В питомниках В музейных И то В ужасающих Совершенно Условиях Это все сохранялось И этот генофонд Потрясающий Который создавал Вавилов когда-то Он был разбазарен Совершенно Чудовищным образом Случайно И страшно То есть Развал страны Привел к тому Что мы Не можем похвастаться Наличием большой Широкой базы Ни в Грузии Ни в России А когда-то У нас это было То есть Эта наука была сильна И вот в этом смысле Наша святая задача Я считаю Как раз Заставить страну Мыслить на языке Автохтонов Потому что Очередной Каберной Сувенион И очередной Мерло Это хорошо На этом этапе Для нас Для того Чтобы просто Доказать самим себе Что мы можем А мы можем Уже сейчас У нас и рислинги Появились нормальные И каберные И все Все есть Но следующий этап Это открытие Собственной страны И оно возможно Через автохтоны И второе О чем я не сказал Это через традиции К сожалению Традиции у нас Немноговато За исключением Только того Что мы можем Сконкурировать Ну например Понятно Что у нас были Греческие поселения Поэтому скорее всего Античные Какие-то формы Для нас Применимы Брать в качестве Заимствований Наших ближайших Братьев И наших ближайших Соседей Грузин Грузин и армян Наверное Не совсем будет правильно Потому что будем повторяться Да Значит надо какие-то Придумать Свои формы Винификации В Грузии К счастью Они есть Это квеври Но какого же черта Отказываться Есть очень много Разных стилей квеври Потрясающих Я пробовал В Тбилиси Когда был И когда был У себя На виноградниках Мне доставались Интересные образцы Значит можно же Можно же В этом направлении Мыслить Развиваться Не обязательно Разваливаться в радикализм Когда вино уже Полностью поражено Либо бредом Либо там Летучка Вовсю И ты не можешь Это пить Проще это вылить В мясо Например При готовке А может быть Даже и в унитаз Но существуют Качественные формы Поэтому я за Наши игристы Не уступают По качеству Крыму Дайте времени Год И мы это докажем Дистрибуцией Шарин Михаил Это Дербенская Винодельская компания Миш Даже Не обсуждается Я считаю Что вы вообще Открыли Регион Дагестан Да Я считаю Что вы открыли Регион Дагестан Немножко с другой стороны Абсолютно Современным Понятным Производством И качественными Винами Поэтому однозначно У вас все Впереди Я шире скажу Я изучал Карты Виноградников От Российской Империи До Советского Союза Я понимаю Я понимаю Своим Трудным Умом Что у нас С вами Около 400 тысяч Потенциальных Площадей Гектар 400 тысяч Гектар И это В том числе Алтайская территория Колоссальная То есть там тоже Можно найти Виноградники И это Можно До Приморья Дойти На самом деле Там и В окрестностях Владивостока Можно делать вино Не так далеко Условно скажем По их меркам Это будет Недалеко Сколько гектар Сколько гектар У вас В российском Проекте Планируется В Крыму Или Краснодарском Крае Пока мы Не говорим Вслух О конкретном Проекте Мы говорим О большой Площади Виноградников В разных Участках Это будет Теруарный Подход Мы знаем Только конкретно Что мы Хотим делать Конкретное Количество гектар Во многом Зависит от Возможностей Как это Всегда бывает И это Не наши земли Мы оказываем Экономическую И интеллектуальную Поддержку Скажем так Предприятие Которое Строится Под нас Конкретно То есть Мы будем Бенефициарами Но Мы Четко Задаем Критерии Поэтому Сказать Будет ли это 200 гектар Или 300 Еще пока Рановато Но это будет Большое предприятие Большое хозяйство И оно Я думаю Во многом Докажет Состоятельность Некоторых Теруаров Некоторых Апиласионов Еще Больше Более того Часть из них Будут Совершенно Дивной И девственной Так сказать Зоне Сделаны Поэтому Я думаю Что мы Как раз Вносим Пассивную Лемпту В развитие Виноградостного В России С точки зрения Качественного Его строительства Грузинский Проект Это 118 Гектар 118 Да И в Тоскане 23 С возможностью Увеличения По объемам Производства До До 35 Приблизительно Гектар Там Маленькая Это за счет Соседей В смысле Покупки Винограда Ну то есть Погреб Который Мы Спроектировали Он Будет В состоянии Принимать Объем Качественный Качественный Объем То есть Мы Мы Не Пересекаем Границу 5000 Бутылок С гектар А сейчас Производим 3500 Бутылок С гектар То есть У нас Выход Как у Сальдеры 25 Гектолитров С гектар Российские Сомелье Уже были У вас В Италии Кстати Нет Нет Нам Нечем Еще Хватиться Кроме Виноградников А как Показывает Мой опыт Общения Сомелье Виноградники Это то что Меньше Сомелье Интересует За границей Нет Худа Без добра Благодарна Карантину За возможность Слушать Вас Каждый День Раньше Такой Возможности Не было Спасибо Большое За знание И позитив Спасибо Гертруда Спрашивает Нет Идеи Перевести Всю Компанию На удаленку Навсегда Нет Это К сожалению В нашем Процессе Невозможно Более того У нас Сейчас Даже При Жестком Сейчас Введенном Режиме У нас Существенное Количество Служб Сохраняются Неизбежно И это Не только Топ Менеджмент Который Имеет Доступ Я Завтра Еду В офис Например В частности И послезавтра Буду в офис Но служба У нас Поскольку У нас Там Склад Почти Почти Безостановочный Как Домин Слушай Ну Компания Компания Симпорт Она Становится Все больше И больше И переезжать Не собирайтесь Другой офис Куда-нибудь Ты знаешь Да мы переезжаем Ты вопрос задаешь Прямо Не в бровь А в глаз Несмотря на то Что мы сидим Сейчас в собственном Помещении Мы уже В нем Не умещаемся И поэтому У нас был Как раз До кризиса Открыт проект По строительству Нового Офиса Мы недалеко Кстати переедем Мы географию Не меняем Находимся В районе Минской улицы Школа там останется А школа останется На магистральной Потому что Мы ее только Недавно Перестроили У нас Расширение Произошло И оборудование Туда закачали Колоссальное количество Вот школа Сейчас у нас К сожалению Переживает Непростое время Как твоя Я не знаю Как у тебя с арендой Нам аренду не отключили А процесс У нас государство Полностью остановило Поэтому мы Мы плачем А в общем Деньги Деньги с нас тянут Ну непонятная ситуация Вообще Странная Непонятно Как в этой цепочке Одни теряют А другие почему Но опять-таки Я знаю Что ты Своим сотрудникам Дал кучу работы Чтобы они не сидели Это же очень важно Мы всех заняли По пол В этом смысле Да Молодцы Так Юля очень красивая женщина И на нее приятно смотреть В любое время Редкое сочетание Красивое и умное Спасибо большое Спасибо Редактор субтитров Редактор субтитров Спасибо Редактор субтитров Это надо менять Ну сейчас Закончится карантин Будем чаще видеться Планируется ли коллаборация В эфир выходить Слушай Планируется ли коллаборация Сельхозинститутами По созданию технологов Новой формации Я всегда говорил Что мы готовы И открыты Более того Предлагал свою деятельную помощь То что у меня Колоссальное количество В вузах Которые работают В системе координат Есть несколько программ Которые позволяют На государственном уровне По обмену опытом Поддерживать эти программы Существуют там Целые фонды поддержки И я много раз говорил О неизбежности И необходимости Инвестиций Государства Именно в этот ресурс Но по ряду причин Нас не слышат Или не хотят слышать Или не до этого Просто руки не доходят Слушай Гнать их надо в шею Тех которые не могут Нормально Соображать И я считаю Вообще В наш век Люди Некоторые люди Которые занимают Свои должности Они Просто враги народа По другому не назовешь Потому что они Мало того Что они ничего не делают Они еще тормозят Вообще весь процесс Происходящий Это преступление Да Я далек от политики Но к сожалению Я вижу много Абсурдных форм В том числе Внедряемых И через законодательную Инициативу И через исполнительную Ну в частности Вот я сегодня Конкретно работал С документами Связанными С питомниками Которые в очередной раз Мы там через Россельхознадзор Запретили Понятно что это Уважаемые Французские питомники Итальянские питомники И многие виноделы Парадоксальным образом Успели купить у них И гордятся Их лозами Но современный Наш текст закона Не позволяет Нам с тобой Рассчитывать На то что мы Скоро увидим Сорта винограда Которыми А гордится мир Потому что они Не в реестрах Ну например У нас в России Нету горначи Как без этого Можно жить Я не понимаю Если мы не знаем Что на этих почвах Может быть Наилучшим образом Воспринято То есть нам Надо экспериментировать Хоть как минимум Расширьте этот Этот реестр И этот ресурс Списками Списками И второе Это питомники Я за Я более того Если мы будем сажать Конечно все что можно Взять Я возьму Саши Кретова Я был на этом питомнике Я более оснащенного питомника Я в Европе не видел Если честно говорить То есть это реально Там прекрасно Я же понимаю Что он будет узким Узким местом В горлышке Потому что Когда все выстроятся В очередь К лучшему Поставщику лоз А ему надо И себя еще Обеспечивать У него 10 тысяч гектаров Я понимаю Что я там буду Последним В этой очереди И получу лозы Тогда когда Мне смогут их дать И какого Качества они останутся Ну наверное Я надеюсь Что у него будет Жесткий фильтр И критерии будут отбора Но тем не менее Да количество У нас питомников Российской Федерации Пока еще Меня не Не обнадеживает Дайте хотя бы Пять лет С западными ребятами Тем более Какая вам разница У кого мы купили Вам главное Чтобы виноградник Был российский Качественный Не правда ли Слушай Так Квэвридж Его производство Будете использовать Грузия Или Испания Это Это Очень ранний вопрос Мы еще так Далеко не забегали Я не знаю Не могу вам сказать Придет время Расскажешь У меня конечно Очень Большая тема Я бы с тобой С удовольствием Еще поговорил По поводу Законодательства Которое сейчас Планируется Вступить В силу 26 июня Вот Мне очень интересно С учетом того Что поправок Поправки Не приняли И нет еще Мы-то все надеялись Что вроде бы Закон принят Это уже хорошо Теперь нужно Чтобы прошло время Сейчас все соберутся Передадут поправки Эти поправки Будут Соответственно Приняты И в дальнейшем Уже Целая Огромная Отрасль Львиная Сможет работать В этом направлении Но я так понимаю Что пока Даже и не пахнет Тем что что-то Бы принять Потому что Не до этого Закон Ступит в силу Таким Какой он Соответственно На сегодняшний день Прописан Так вот Ты Какие трудности Видишь В этой связи Ты знаешь Я глобально Для себя Как компортер Не вижу вообще Никаких трудностей Но там есть контроль Контроль предприятий Наверное Мы как-то К этому Будем адаптироваться Понятно Что это некий Регуляторный метод Ограничивать импорт Мне все понятно Для чего это прописывалось Есть ли в этом Угрозы для симпла Есть Но она Незначительная То есть Мы будем Будем доказывать Будем пробивать У нас там Большой колоссальный опыт В том числе Надеюсь Что нас как-то услышат Другая проблема Как производитель Будущий Производитель Вина Я вижу Да Здесь я вижу Очень много вещей Которые очень архаичны Они прописывались По понятным соображениям Я всю логику Эту прочитываю И во многом Они позитивны Но они К сожалению Не принимают Во внимание Самое главное Сегодняшний опыт Развития Виноградовства В зарубежных странах Они его игнорируют И поэтому Для того Чтобы залезть На склон И понять Какой на этом склоне Будет сорт винограда С каким подвоем Я сильно связан То есть Проблема питомников Для меня открытая Проблема Реестров Насаждений Для меня открытая проблема Строительство погреба В сельскохозяйственной зоне Запрещенная Для меня большая проблема Колоссальная проблема Потому что приобретая Любой участок земли В мире Ты всегда получаешь Лучшую часть И худшую часть И в этой худшей части Я например Не хочу идти на компромисс Со совестью И сажать лозы За которыми Мне еще и государство Блин Будет возвращать деньги Большие деньги Да От 60 до 80 процентов Только потому Что оно Должно меня субсидировать Я не хочу играть В эту игру Потому что Там я качественного вина Не сделаю никогда Там либо заболоченная Либо идет ресурс водный Проходит Проходит просто Паводковые воды И там Оливиальный слой Вот такой вот То есть там Ты никогда ничего Не добьешься качественно Более То есть я буду Это делать И смешивать С качественным виноградом Я априори Снижу уровень Своего вина Но построить Не могу при этом Поэтому Хочу понять С кем поговорить На эту тему Просто на пальцах Объяснить Как Паша Швец Объяснил президенту Да И вот тут же Каким-то образом Использовали И наверное Где-то услышали То есть Вот эта аргументация Мне сейчас пока что Непонятно Потому что я пытался Говорить на разных уровнях Пока что мне говорили Все будет нормально Примем закон Потом будем дорабатывать И пока что доработок Нет Имея три виноградника В разных странах Расскажите про разницу В отношениях правительства К виноградарям Каждой стране Курьезы были какие Хороший вопрос Хороший вопрос Ну например В Италии Как только мы купили У них ввели Условный эгоиз Я смеялся До беспамятства Потому что У них Никогда не было Цифрованного Никакого Отчетности Цифровой И тут она вдруг Была введена И мы их обучали Итальянцев Тому как с этим Справляться Бедствием Потому что у нас Эгоизм 2006 года Мы уже привыкшие Вот Что касается Здешних Каких-то Странностей Ну сказать В России Всем все понятно И я скажу Что я вообще-то Пока что Все очень вижу Позитивно То есть Так получилось Что мы начали Заниматься этим Когда и в стране Появилась большая воля Вот гораздо сложнее Было начинать Когда Николаева Начинали Например Да Или когда другие Кубанские Производители Начинали Это прям Шляпу снять И действительно Как они пробивали Этот забор Из непонимания Из незнания Из нежелания Ну то есть Сейчас все-таки Другой формат Власти немножко И в этом смысле Надо сказать Что Гораздо приятнее Климат Ну и то Что действительно Сейчас поддерживает Так государство Высадку И не только высадку Это мне кажется Должно вообще-то Сдвинуть Огромное количество Желающих Заняться Землей в том числе И это очень почетно С одной стороны Вот опять возвращаясь К тому что мы говорили С одной стороны Вроде бы Есть план Там до 200 тысяч Кектар В ближайшие годы А Саженцы-то Не разрешают Чтобы брать Непонятные Солярисы И прочее Высаживать То есть Получается Что с одной стороны Мы говорим Давайте ребята Идите заходите Сделайте А с другой стороны Не нифига Подождите секунду Вот мы вот здесь Пока не разберемся С нашими Поставщиками Хотя Видишь Кто-то Очень много Как бы моментов Интересных С точки зрения По какой причине Это делается Ну я думаю Что это вообще Отдельная тема такая Те кто принимают законы Будут с нами пить То вино Которое по ним Сделано Или будут у вас Брать бургундию И пить кристаль На ваших презентациях Вы знаете Они и сейчас Это делают И пьют свое В том числе Поэтому Они имеют Больше доступа К ресурсам К возможностям Их виноградники В очень хорошем состоянии Поэтому Будьте уверены В 2021 По 2023 Год Мы увидим Колоссальное количество Нового русского вина Которое сделано С очень правильными подходами Вот это знаешь Прекрасно О чем я говорю Ну да Знаю Да Вот Толь На твой взгляд Скажи пожалуйста У нас сейчас может просто Сорваться эфир Я думаю Что было бы правильно Лучше красиво Его завершить У нас еще будет Однозначно Время Мы с тобой еще Я запишу кучу вопросов И дальше Мы с тобой еще Обсудим У нас много Очень интересных тем Удовольствия Скажи пожалуйста Чей вопрос тебе Больше всего понравился Честно сказать Твой Он меня вывел Ты вывел На правильный ресурс Но давай я Помню Я тебе Я тебе напишу Потому что вопросов было много Интересных Хороших Да Ты мне напиши Я объявлю Об этом Кому мы вручим Эту книгу Да Субъективно К сожалению Я буду оценивать Наверное Не то Что было Самым содержательным Вопросом А тот Эмоциональный фон Который он вызвал Меня очень Всегда радует И волнует Вопросы Про виноградники Поэтому Те люди Которые задавали Мне любые формы Вопросов Связанные С моим Сельскохозяйственным Поприщем Они меня Интересуют Волнуют И это не игрушка Как было написано Я понимаю Это с юмором Было написано Но тем не менее Это такой Очень приятный Гуманитарный Ресурс В жизни Который Дает возможности Пересмотреть Многие вещи Я в частности Своё отношение К войну Сильно изменил Ровно 5 лет Тому назад Когда первый раз Начал топтать землю В резиновых сапогах Уже по-другому Сразу стал относиться По-другому Толь Огромное Тебе спасибо Человеческое Профессиональное Тебя все очень-очень любят Как всегда Спасибо тебе Вы большие молодцы Мне всегда Приятно с тобой общаться У тебя никогда Не бывает таких Да или нет Ты всегда очень развернуто Все это говоришь Тебя всегда приятно слышать Здесь уже много раз Об этом сказали Спасибо Большой-большой привет Семье Мы всегда на связи И если что-то будет интересное И тебе захочется Еще пообщаться Я придумаю еще Вариации Более подробно Чтобы обсудить Но я хочу пожелать тебе здоровья В первую очередь Спасибо большое И всем нашим подписчикам И зрителям Кто смотрели И кто не смог Потом посмотрит В эфире Я всем желаю В первую очередь здоровья Толь Огромное тебе спасибо Спасибо большое Спасибо И всем Всем здоровья Оставайтесь дома Друзья Спасибо Пока Зареву целую Спасибо Пока-пока Обязательно Юлю тоже поцелую Пока-пока Обязательно Спасибо Спасибо